коллеги всем доброе утро добрый день или даже добрый вечер возможно всех приветствую большое спасибо что нашли время к нам присоединиться здравствуйте здравствуйте прекрасно что вы уже пишите в чат хотел сказать как раз по этому поводу что пожалуйста пишите задавайте вопросы во время выступления наших спикеров мы будем отслеживать и постараемся на них ответить вот сегодня мы будем с вами говорить про fundraising коротко скажу почему мы эту тему выбрали и уже перейдем к нашему замечательному первому спикеру мы тему это выбрали потому что она всегда актуальна здравствуйте всем потому что когда мы говорим про финансы некоммерческой организации первое что мы начинаем обсуждать это fundraising это непосредственно сам fundraiser как он должен работать как он должен взаимодействовать с руководителем и к тому же как его работа изменилась в этом году особенно да то есть постоянно меняющихся условиях вот сегодня будем об этом разговаривать и наш первый спикер сегодня это далее малышева директор по fundraising фонда рука помощи бездомным животным и она нам расскажет про свой опыт взаимодействия с частными донорами что на мой взгляд очень актуально и очень важно в текущих условиях вот задавайте вопросы пишите в конце постараемся оставить время чтобы вы возможно даже включили микрофон то хочет и поговорили с нами голосом вот тайминг у нас 30 минут постараемся в него уложиться еще раз большое спасибо всем надеюсь мы сегодня полезно поговорим дальше передаю тебе словом всем добрый день всех рада видеть меня зовут дарья и я директор по fundraising зоозащитной организации она называется рука помощи бездомным животным сегодня я хотела бы поговорить про частный fundraising это ведущая отрасль в нашей организации за прошлый год с помощью частного fundraising нам удалось привлечь около 47 миллионов рублей поэтому хочется сказать все кто достаточно часто так скажем принижает роль частного fundraising вот я живой пример когда организация существует расширяется увеличивает количество благополучателей именно с помощью частных пожертвований включу демонстрацию экрана подготовила небольшую презентацию так сейчас друзья секундочку прям сегодня мы поговорим про точки соприкосновения с частным донором а где мы можем встретиться и как соответственно мы можем с ним коммуницировать во первых очень часто упускается нко такой момент тоже его аудитория а многие стихийно действуют да то есть пишут о себе ведут какую-то деятельность но не задумывается а кому же эта деятельность будет в первую очередь интересно вот если вы еще не продумали кто же ваша целевая аудитория я советую сделать это в ближайшее время на самом деле это влажный момент а конечно ваша целевая аудитория не будет единичной вы можете выделить категории возраст пол потребности ее ожидания ее предпочтение или наоборот нетерпимости а дальше когда у вас появится несколько категорий советую продумать где же и при каких условиях вы можете с ней встретиться и важно еще продумать какую пользу получит ваша аудитория от вашей совместной деятельности ну к примеру чтобы было понятней а в нашей организации если мы рассмотрим рассмотрим пул частных доноров их можно разделить на три достаточно большие категории это молодые люди от 18 до 27 лет то есть так скажем новое поколение которое относится к бездомным животным с особым трепетом да которые например не всегда присущи более взрослому поколению которые рассматривают разные способы работы с бездомными животными и легко отвлекаются на разные активности а вторая возрастная категория это люди так скажем уже другой возрастной группы от 30 до 45 лет а в основном у нас люди такого среднего достатка достаточно понимающие особенности этой проблемы ответственность человека и например у нас есть еще одна интересная категория доноров это мужчины я не знаю есть тут люди понимающие специфику зоозащитных организаций но обычно мужчина не включаются вот в этот мимимишный процесс вот эти котятки это все остается где-то чуть по отдали от них вот так сложилось что мужчины а в качестве доноров составляют у нас около 20 процентов и они дают самые большие пожертвования в наш фонд а с чем это связано коллектив нашей организации в основном молодые девушки и мы очень активно показываем не только ту деятельность животными которыми мы ведем но и кто стоит за этой деятельностью мы показываем свои лица рассказываем о себе показываем свои трудности и сложности и тут у мужчины включается другой мотив для помощи это рыцарь на белом коне который хочет спасти не только котенка но и прекрасную даму которая оказалась сложной ситуации поэтому это тоже достаточно интересно и когда мы продумываем контент который мы выносим в массы мы соответственно пытаемся ориентировать его на эти три разные категории а понятное дело что одни и те же посты не могут понравиться всем но нужно продумать да какой именно категории они будут интересны а также в своей работе я различаю два понятия донор это человек который дал дал дает вам деньги и сторонник для меня это неравнозначные понятия донор он жертвует вам средств возможно единожды возможно время от времени сторонник это человек который разделяет ценности вашей организации он очень много знает про ваш фонд про вас лично он осознает ценность вашей деятельности в разных условиях а к примеру прошлый год был очень тяжелым да для любых нкоо и например многие корпоративные доноры до бизнес он где-то закрыл свои благотворительные программы а так вот у нас в кризисный момент произошел наоборот скачок пожертвований потому что большую часть так скажем команды фонда составляют именно сторонники люди которые понимали что вся страна сейчас переживает сложный период что там идет рост цен на лекарства препараты и так далее и наоборот старались оказать еще большую поддержку организации вот в этом и есть различие тут у меня оля бузова такой неоднозначный герой но она любит говорить одну важную вещь мои люди всегда со мной вот наверное каждая организация в своем частном фонд райзинге должна стремиться к тому чтобы набрать таких людей которые всегда будут с ними то есть сторонник организации как раз из тех людей кто всегда со мной и он старается да быть всегда включенным именно количество сторонников а не просто доноров до единичных разовых важно для устойчивости вашей организации что же необходимо достичь частный фонд райзинг это особый вид взаимоотношений с аудиторией а который похож ну на проходим мы такие же этапы как при влюбленности или дружбы то есть сначала человек с нами знакомиться он может прийти к вам из рекламного поста он может прийти из репоста да он может набрать в трудной ситуации как в поисковике и наткнуться там на ваши социальные сети вот сначала происходит такой момент притирки когда человек читает вникает начинает понимать да чем занимается эта организация потом как правило наступает период влюбленности этот человек говорит вау такие классные супер просто потрясающие люди но в какой-то момент происходит момент перенасыщения то есть человек так сильно загорелся сначала тем что вы делаете обычно он устает от этого и нужно спокойно воспринимать что после некого пика всегда идет спад возможно потом наступает стадия конфликта когда знаете появляются комментарии нужно было сделать так а это вы делаете не так и это тоже абсолютно нормально потому что все люди видят решение некой проблемы всегда с разных сторон и вот только когда вы прошли все эти четыре предыдущих этапа мы можем рассчитывать на то что человек который остался с нам с нами мы с ним выработали долгосрочные отношения вот тогда он стал нашим сторонником а что я хочу сказать очень важно чтобы сторонник человек который находится с вами чувствовал себя частью вашей команды и сотворенных дел очень часто наблюдается в благотворительности когда организации пишут мы смогли мы сделали мы достигли мы спасли давайте быть откровенными это сделали не только мы мы сделали это при помощи поддержки других людей поэтому важно акцентировать на это внимание говорить вместе нам удалось менять слова менять свою позицию то что мы несем в мир это очень важно потому что когда человек захочет быть с вами намного дольше а когда мы говорим о социальных сетях а это сейчас ну такой самый простой способ найти себе частных сторонников дачи на заниматься частным фандрайзингом а социальные сети сейчас активно развиваются имеют огромное количество инструментов для коммуникации а важно ну я называю это правило четырех п первое говорить о своем предназначении говорить о цели вашей деятельности о том какому результату вы идете вы можете это говорить что это миссия вы можете говорить чего вы хотите достичь ваша идеальная эфеморная мечта и так далее второе нужно и важно говорить про проблему какая социальная проблема лежит в корне вашей деятельности зачастую фонды тоже но проходит этот момент потому что нам внутри кажется ну что это же очевидно да то есть очевидно почему бездомные животные это социальная проблема очевидно почему тема сиротства это социальная проблема на самом деле ну не так все очевидно стороннему зрителю как нам кажется когда мы ежедневно варим себя внутри дальше Третий подход. С помощью чего вы решаете эту проблему? Занимаетесь ли вы адресными сборами? Есть ли у вас системная работа? Почему из всего многообразия подходов к решению этой проблемы вы выбрали именно его? И почему вы за него активно топите и его активно реализовываете? И четвертый, достаточно спорный для многих момент, это прикол или интрига. Я понимаю, что есть тема благотворительности, где вы мне сейчас скажете, Даш, ну вот тонкобольные дети, ну какой там прикол? Прикол не в смысле над кем-то насмехаться или что-то утрировать. Это вопрос о том, чтобы подумать, а что вас отличает или может отличать от других организаций? В чем вы можете проявить свою особенность? Чем вы можете быть не похожи на всех остальных? Потому что сейчас в интернет-сети огромное количество информации. Человек открывает ленту и видит огромное количество постов. И доказано, что у человека есть всего три секунды времени, чтобы обратить внимание или не обратить внимание на ваш пост, на ваше видео, на ту информацию, которую вы несете. Подумайте, как сделать так, чтобы эти три секунды достались именно вам, а не той ленте, которая перед ним предстанет. Тут есть небольшая цитатка. Скажите мне, я забуду, покажите, я запомню. Важно показывать, показывать проблему, показывать ваши лица, показывать людей, которым вы помогаете. Не писать сухие посты, не вставлять стоковые картинки, а все-таки делать так, чтобы человек видел именно вас. Потому что это самый простой способ вовлечь аудиторию и смотивировать человека дать пожертвования. Вот смотрите, сейчас существует огромное количество блогеров, которые на самом деле показывают ерунду. Как я пью кофе, иду в магазин, ребенка отвожу в садик. Но люди это смотрят. Вот людям нравится быть вовлеченным внутрь деятельности, которую вы делаете, а не красивые итоги или какие-то проблемы показывать. Им нравится быть внутри, будто бы они находятся и переживают все это вместе с вами. Когда мы говорим о доноре, который к нам приходит, мы должны понимать, что не только он нам будет что-то отдавать, но и мы должны что-то отдать ему. Именно так построены любой принцип дружбы, любви и как раз долгой взаимосвязи с вашими сторонниками. Первое. Все, что вы транслируете в сети, на сайте, в прямых эфирах, должно иметь некую пользу, иметь эмоцию, а не покерфейс, нужно из экрана транслировать и говорить о какой-то проблеме. И третье. Почему люди активно присоединяются к фондам, группам, каким-то сообществам? На самом деле людям не хватает компаний. Компаний единомышленников, компаний для реализации каких-то своих потребностей внутренних, своего креатива. Может быть, у него много свободного времени, возможно, этот человек одинок, у него нет друзей. Составьте человеку компанию, придумайте для него такую сферу, чтобы он мог там общаться, реализовывать себя. На самом деле это очень круто и важно. Я тоже приведу пример, может быть, чтобы было понятнее. Когда случился момент ковида, и все люди осели дома и закрылись все кафешки, бары и рестораны, мы в своем приюте активно агитировали людей приходить гулять с собаками. И так как выборов в тот момент особо не было, куда же пойти с семьей, чем бы заниматься, то активность приходов людей в центры возросла буквально на 300%. И люди настолько втянулись, это стало, так скажем, знаете, хобби выходного дня, что сейчас у нас огромное количество людей, которые к нам приходят, они что-то жертвуют, они чем-то помогают. Это опять тот пул сторонников, которых нам удалось привлечь к себе, которые до этого дня в душе не знали, что есть такой фонд, центр и вообще бездомные собаки, которым помогают. Ой, так. Что еще важно? Это я замечаю, потому что очень часто просматриваю различные социальные сети фондов, и иногда они безумно круто ведутся, но именно так вот в моменте никто не просит поддержки. Ну, например, вы рассказываете, что есть, ну, я не знаю, бездомные люди, как важно им помогать, сколько вы для них сделали, да, какие у вас программы есть, но вы не просите человека присоединиться, помочь, поддержать вас. И люди со стороны думают, как многие, кстати, думают в России, что все фонды содержат государство или какие-то миллиардеры тайные, они думают, вот классные ребята, сколько всего делают, денег не просят, у них все есть. Но если вы не просите и не рассказываете, а для чего нужны эти деньги, что можно с помощью них сделать, кому они помогут, то людям, соответственно, они и не приходят в голову, что нужно помогать. Плюс важно просить и предлагать способ помощи там, где вы просите. То есть если у вас есть группа ВКонтакте, и вы там активно просите вас поддерживать, рассказывайте о своей деятельности, соответственно, вы не должны людей гнать на сайт, потому что любой длинный маршрут, прочти пост, перейди на сайт, найди там кнопку пожертвовать, он будет сразу отсекать огромное количество ваших потенциальных доноров. Старайтесь внедрить там QR-коды, сделать там кнопки пожертвовать, которые сейчас вообще суперлегко встраиваются. Пытайтесь в моменте поймать человека, который сейчас вдохновился вами, чтобы он здесь и сейчас сделал вам пожертвовать. Раз начала про социальные сети, очень быстро скажу о том, что контент-план и образ вас в социальных сетях на самом деле очень сложная штука. Наверное, это вообще какая-то отдельная тема, на которую можно потратить огромное количество времени, но над контентом нужно работать. Если вы выставляете пост раз в месяц, раз в неделю, два раза в полгода, то это никаким образом не поможет вас привлечь сторонников, потому что контент-план должен быть четко сформулированным, четко прописанным по количеству постов в день, в неделю, времени. И только тогда, когда ваша аудитория приучится, что ага, у них раз в день, раз в пять раз в день, раз в неделю выходит пост, они будут его ждать, просматривать, заходить в группу. Соответственно, и та информация, которую вы даете, она тоже должна быть разнообразной. Человек устанет листать фото, человек устанет читать какие-то полезные статьи. Все должно быть в перемешку. Какие-то пиарные рассказы, какие-то будничные, даже забавные моменты. И что важно, если у вас есть экстренные сборы, то они должны составлять не более 10% от всего другого контента, который вы несете. Потому что если вы только будете кричать «Сос, беда, 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 беда», первое, люди устают от негатива, второе, обычно на такие посты приходят только, корректно, как сказать мне, доноры истерички, я называю, я не знаю, можно так говорить или нет, люди, которые всегда там, где ужаснее. Вот сегодня у вас беда-беда, он с вами, завтра беда-беда больше в другом месте, они от вас уйдут, они с вами не останутся. Я не считаю, что это такой тип донора, на которого стоит вообще ориентироваться и работать. Поэтому сядьте, продумайте, о чем вы можете рассказать. О себе, даже о офисе, в котором вы работаете, о своих целях, задачах, о трудностях, о чем угодно. Люди помогают людям. Чем вы ближе, больше точек для соприкосновений даете, чем человеку приятнее и проще с вами, к вам присоединиться. Ну и важно помнить, что видеоряд, ролики, видеорассказы всегда привлекают внимание больше. Вот я привела пример. Это реальное исследование, видеоконтент на 87% с другим визуальным рядом больше привлекает внимание аудитории. Соответственно, не забывайте о том, что важно и нужно его снимать. Это тоже ключик к успеху. Какой еще момент? По крайней мере, то, что очень часто замечается. Говорите не только о победах. Это всегда классно, когда вы пишете количественные, качественные, какие-то показатели, кому вы помогли, скольких вы спасли, чего вы достигли. Но человек устроен так, что, когда другой говорит очень много о том, как он крут, у него включается такой соревновательный момент, момент, возможно, где-то неприязни. Надо говорить о том, что вы хотели сделать, но не получилось, какие выводы вы сделали. Так вы становитесь более реальными, приземленными и понятными. Очень важно для частного донора объяснять и расписывать суммы, которые вы используете в своих сборах, объяснять, почему они именно такие, предоставлять отчеты за свою деятельность. И тут есть такой момент, что многие действительно не знают, как правильно говорить о зарплатах, особенно о зарплатах с частным донором, а не с бизнесом, где это все понятнее. А то вот такой маленький совет, попытайтесь просто включать в услугу и не говорить об этом напрямую, но обязательно показывайте это в отчетах, иначе это уже будет неправдой. И опять же важный момент, важно благодарить. К сожалению, многие организации тоже злоупотребляют, я уже сказала об этом ранее, не забывайте благодарить ваших сторонников. Тоже момент такого успешного кейса. Несколько лет назад мы внедрили в свою деятельность рассылки по частным жертвам. Мы привыкали к друг другу, пробовали разные способы. Вот я вам могу привести такой реальный пример. Ежемесячно в конце месяца мы делаем видео-благодарность для доноров этого месяца, что мы смогли сделать с помощью их пожертвований, показывая реально работу, закупленные препараты, животных, которым мы помогли. И вот в этой благодарности у нас есть кнопочка, что человек все равно может нас поддержать, хотя мы его благодарим. И вот, казалось бы, да, можно сделать экстренную рассылку, рассказать про какого-то экстренного животного, а можно сделать благодарность в видео и попросить присоединиться. Вот рассылки с благодарностью набирают у нас, ну, где-то на 30% пожертвований больше, чем экстренные посты. То есть вот людям, им приятно, что их благодарили, и они тут же в моменте готовы задонатить вам в ответ. Ну, может быть, очевидный для всех или неочевидный момент. Не гонитесь за количеством, гонитесь за качеством, потому что есть огромное количество фондов, где много подписчиков, но это не значит, что у них много пожертвований. То есть это абсолютно неравнозначные моменты. Количество подписчиков никак не связано с количеством пожертвований. Работайте на качество. Ищите тех самых людей, которые реально будут поддерживать вас, и работайте на удержание. Если вы занимаетесь рекламой, если вы сейчас в пути активного прироста своих социальных групп, набора имейлов, то старайтесь, учитывайте этот важный момент, что удерживайте, работайте больше на удержание, чем просто на прирост. Ну, я уже заканчиваю. Все, я укладываюсь. Если мы говорим про социальные сети, то на самом деле я считаю, это лично мое мнение, это сейчас самый классный способ набрать себе аудиторию. Почему? Потому что практически все площадки подготовили уже для нас кучу классных инструментов. Есть готовые группы аудитории по интересам, на которых мы можем рассчитывать, делать рекламу, коллаборироваться с ними, выставлять какие-то совместные посты. Всегда есть возможность набрать аудиторию из других городов. К примеру, наш фонд находится в Пензе, но 80% наших жертвователей находятся в других городах, а не из Пензе. Куча рекламных возможностей для благотворительности. Например, еще и ВКонтакте есть куча грантов на рекламу. Если вы боитесь потратить свои деньги, попробуйте сначала с деньгами площадки, напишите грант, выиграйте его. Есть аналитические инструменты. То есть мы можем посмотреть количество переходов. А если мы внедрим аналитику на сайт, узнать, какой был, сколько пожертвований пришло, то есть мы можем оценивать стоимость привлеченного рубля, что важно. Ну и, соответственно, есть разные варианты общения с подписчиками. Сейчас, по-моему, встроено все. И хоть веди прямой эфир, и хоть пиши статьи, хоть делай видео, клипы, которые, кстати, классно залетают. И таким образом тоже можно набрать аудиторию. На самом деле очень много. А самое главное почти во всех. Но если мы берем ВКонтакте, как сейчас, крупную площадку, она имеет огромное количество бесплатных вебинаров. Как это все настроить, как этим пользоваться, да, и как это все внедрить в свою деятельность. Платить никому не надо, потратить время только. Ну, я заканчиваю. В конце мне хочется сказать, что помните, что все-таки качественная коммуникация с донором, да, точки соприкосновения, это не только то, что вы скажете, а это то, что с собой унесет аудитория. Поэтому если донести какую-то информацию сейчас не получается, если нет реакции на какие-то посты, задумайтесь о том, что, возможно, вы просто преподносите ее не в том ключе. Пробуйте разные варианты, ничего не бойтесь. Всем желаю удачи. Все. У меня на этом все. Спасибо огромное, Даша, за классное выступление. У меня важная информация по итогу этого выступления. Хочу сказать официально, что мужчины очень любят котяток. Вот такая информация. Просто нам общество это выразить зачастую. Андрей, приходи к нам, у нас можно писать, какой милый котенок. Мы будем ставить тебе лайки, комментарии. Спасибо огромное. Мне очень понравилось твое выступление, особенно в части контента. Я прям слушал с удовольствием, что над ним надо работать, что это важно, что текст важен. У нас был вопрос про фандрайзинговую стратегию. Я хочу сказать, что Даша состоит в клубе фандрайзеров. И сегодня у нас все спикеры тоже из клуба. Большое им спасибо. Большое спасибо клубу. Вы можете обращаться в клуб. Вот ссылочка у нас есть в чате. Еще Ирина спрашивает, с какой периодичностью вы делаете рассылки? Такой вопрос есть. Мы делаем одну рассылку в неделю. У нас есть разные аудитории, кому мы их присылаем. То есть и разные письма, которые мы пишем. Невозможно одно и то же письмо отправить всем. Есть какой-то срочный сбор. Всегда есть рассказ о текущей деятельности и призыв присоединиться к рекуррентам, к регулярным пожертвованиям. И мы рассказываем, на что они идут, потому что не все тоже об этом понимают. У нас есть отдельная рассылка, кстати, для мужчин. И рассылка в конце месяца по выборке только тех доноров, которые жертвовали именно в этом месяце. То есть, соответственно, нет такого, что один человек получает в месяц кучу писем от нас. Мы стараемся никому, никаким образом не приедаться, иначе от вас просто отпишутся от этой рассылки. Большое спасибо, Даша. Коллеги, я хочу представить нашего следующего спикера. Это Анастасия Петминцева, директор фонда… Спорт для жизни. Спорт для жизни, да. Все правильно. Привет, Настя. И она расскажет нам про то, как важен личный бренд в фондрайзинге, как его правильно и эффективно использовать, и как сделать так, чтобы нам… Как его развивать, и как сделать так, чтобы он работал на организацию. Все, Настя, даю тебе слово. Здравствуйте, да, коллеги. Спасибо за приглашение. Даша, спасибо за твое выступление. Тоже рада видеть на таких мероприятиях. На самом деле, я почему-то начала волноваться. Но это, сразу скажу, это часть моего бренда. Волноваться иногда и говорить об этом. Да, сегодня я на самом деле первый раз такую тему даю, потому что сама буквально недавно занялась этим вопросом и увидела, как это сильно влияет на вообще… Да вообще на все влияет на самом деле. Тема новая для некоммерческого сектора. Я не видела какой-то большой сейчас потребности в том, что спрашивают, ой, а личный бренд, личный бренд, какой личный бренд, нам денег надо зарабатывать, нам сейчас не до этого. Соответственно, вижу такое сейчас легкое касание этой темы. Но я погрузилась в него очень… в эту тему глубоко. И сейчас я без презентации. Я больше, наверное, хочу от этого выступления, чтобы вы ушли с какими-то новыми мыслями о том, что, возможно, да, что-то в этом есть. Поэтому больше расскажу и свой кейс-историю, и то, как в целом сейчас трансформируется, меняется наш фондрайзинг благодаря тому, что я занимаюсь развитием личного бренда. Значит, что такое вообще бренд, да, если в понятии, да, говорить, ну, бренд, понятно, там, фирма какая-то, да, что такое личный бренд? Это вообще личность, да, это вы, то есть все, кто здесь находится. Кстати, здесь какое процентное соотношение руководителей, которые фондрайзеры, и фондрайзеры просто наемные? Есть такая, ну, там в личном бренде тоже есть разница. Есть какое-то здесь понимание руководителей и фондрайзеры? Андрей, нету каких у вас данных? А сейчас мы увидим в чате. Да, напишите, пожалуйста, пока я буду дальше рассказывать, вы руководитель своей организации или вы наемный сотрудник. Это имеет значение в том числе при развитии личного бренда. Так вот, личный бренд – это личность, это про вас и про то, что вы делаете. Я начну с той истории, которая заставила меня как раз это увидеть. Возможно, вам это откликнется, и вы проведете параллель. Наша организация «Спорт для жизни», мы занимаемся развитием спорта для людей с инвалидностью, и зарегистрировали свою организацию в 2016 году, 8 февраля. Нас было двое, я и моя коллега Юлия, личным брендом которой я занималась. То есть я помогала ей становиться более известной. И у нас стояла задача развивать ее, развивать фонд. То есть это такое через равно было. И, собственно, мы туда двигались. Все было нормально. В той аудитории, в которой мы работали, развитие ее личного бренда очень откликалось. Тогда все начиналось, и люди хорошо жертвовали денег на нее. То есть как личности, уровень доверия мы подняли. И потом происходят некоторые события в жизни, и Юля выходит из фонда. Я занималась всей стратегией, всем вообще, по сути, всем рулила, кроме одного. Не рулила своим брендом. И когда она вышла, ситуация оказалась очень впечатляющей для меня. Потому что, несмотря на то, что всеми процессами, всем занималась я, нам перестали давать денег. То есть, когда я приходила к людям, к тем же людям, неважно, люди не понимали, как бы не знали меня. У них не было создано со мной как с личностью, и у меня не был выстроен никакой бренд. Я просто Анастасия, которая молодец. Собственно, так я и слышала, Анастасия, вы молодец. Но у меня бренда никакого не было. То есть, я как личность вообще не была знакома. Со мной как с личностью не были знакомы. Я села и думаю, так, в плане, ну, мы же делаем то же самое дело. Я иду к тем же самым людям. У нас те же самые подписчики. Но когда я выхожу к ним, они хлопают глазами, как бы, и не понимают. Да, вот, я начала изучать эту тему, увидела такую интересную вещь, да, что здесь, я думаю, что наверняка более-таки средние фонды, да, не крупные, да, не стомиллионники, наверное, да. Нет здесь, наверное, стомиллионников, я так думаю, да, или, ну, крупных. Вот, в общем, суть в том, что, да, я как там с маленьким оборотом сижу, смотрю на эти крупные фонды и, как обычный руководитель, который только начинает свое дело, говорю, а, ну, у них вот, потому что у них владелец фонда известная личность. А этот сто миллионов зарабатывает, потому что, ну, то же самое, да, у него там папа там известный, там, еще, в общем, я собрала в своей голове такую мысль, что, черт побери, да, блин, это надо признать. Действительно, они собирают миллионы, потому что у них есть личность в их фонде. Оборачиваясь на свой фонд, у нас личности нет, ну, то есть личность это я, да, как бы, которую никто не знает. И вместо того, чтобы сидеть и думать о том, что, блин, ну, как бы, вот они, у них хорошо получается, потому что, да, я начала думать, а что нужно мне сделать, чтобы через какое-то время, возможно, кто-то так сидел и говорил, да, он спорт для жизни, у них просто плитнинцево там, это она просто известная личность, и поэтому, ну, поэтому они зарабатывают миллионы. То есть я вам говорю сейчас то, что будет у нас там через несколько лет. Вот. И я села и начала разбирать эту историю, она, на самом деле, меня очень сильно напугала, потому что, опять, да, вопрос у фондрайзера и руководителей, то есть я являюсь и руководителем, и фондрайзером нашей организации пока. И она меня напугала, потому что вопрос такой, ну, блин, зачем мне это все нужно, ведь, ну, мне денег надо зарабатывать, вот. Ну, это прям был, знаете, стена, на самом деле, то есть был некий потолок, который вот, то есть деньги приходили ровно настолько, насколько мой бренд, да, влиял на это. Вот, и, соответственно, я начала туда движение. Напугало меня, я вам объясню, это многих пугает, что нужно поработать с собой. Я, когда провожу свои консультации, да, для руководителей, и я сразу объясняю, что вам сейчас нужно отложить всю стратегию развития вашей организации, фондрайзинговый план, наверняка он классный, да, все это отложить в сторонку и заняться собой. Что сделала я? Значит, у нас организация связана со спортом, и прежде всего я посмотрела, где нахожусь я, и какая моя аудитория, да, и вообще, где эти доноры, кто эти доноры, и кому может как быть интересно. И самое первое, что я увидела, это то, что мои доноры, это спортсмены, любители, ведущие активный образ жизни, здоровые люди, проактивные, а я не занимаюсь спортом. Вот, и я не занимаюсь спортом, и в целом, как бы, у меня то одна болячка, то вторая болячка, то третья, ну, как бы, да, такое себе, вот, думаю, так, угу, значит, с этим надо что-то делать. Нужно создать свой какой-то кейс, который будет вдохновлять людей. Да, мне пришлось признать, что вот эти люди, которые стали успешными и богатыми, ну, неважно в каком направлении, просто я сейчас про бизнесменов крутых, да, они в какой-то момент сделали что-то невероятное. Совершенно, вот действительно, только прошли какой-то челлендж, что еще, что-то, то есть, работа над собой. Мне пришлось смириться с тем, что мне надо сделать что-то невероятное. Вот, я начала думать, что я могу делать невероятного, чтобы это впечатлило людей. Мой личный бренд построен на том, что мой весь посыл, он про честность и про то, что я такая, какая есть. То есть, это моя личная бренд-карта такая, да, то есть, каждый выбирает свое. Это мой челлендж, быть открытой и быть честной по отношению к себе и к людям. Это я позиционирую в своих социальных сетях. И сейчас, когда я начала после работы с бренд-менеджером это вести, да, у меня вырастает количество подписчиков и количество, боже мой, доноров. Вот, то есть, люди стали сами приходить на то, что я транслирую. И это ни в коем случае не должно расходиться с тем, кем вы являетесь. В общем, основная задача руководителей, сейчас для руководителей некоммерческой организации, это посмотреть сейчас то, где вы находитесь, да, насколько вы как личность привлекательна для той аудитории, к которой вы идете. И здесь играет роль даже, например, вот любимая, да, история, как вы приходите к партнерам за деньгами, в чем вы одеты. Я выявила два пункта, по которым, то есть, внешний вид может сыграть в плюс. Это, например, да, та же одежда, в которой вы чувствуете себя уверенно, но при этом она должна быть сопоставима с местом, временем и человеком, к которому вы идете. История, что я прихожу в том, в чем хочу, потому что я чувствую себя классно, да, в этом, она на 100% может не сработать. А объединить условия ваши и условия того человека, либо той компании, вот это рабочий инструмент, и правда, это очень сильно-сильно влияет. Первые шаги, которые я сделала в формировании личного бренда, это почти что полностью сменила весь свой имидж, ну, визуальный, потому что та визуализация была некомфортна для меня и не считывалась с меня окружающими как уверенного руководителя. Вот. Это первое, да, что я сделала. Вот. Второе, что я сделала, это, естественно, я занялась спортом, потому что это самое было большое сопротивление такое, знаете, наверное, когда, если вы столкнетесь с мыслью о том, что вам нужно сделать то, чего вы не очень любите, не хотите и вообще хотите доказать, что можно и без этого зарабатывать много денег, я вам посоветую не тратить на это года, как я сопротивлялась этому, да, и находила разные мысли для того, чтобы доказать, что я могу зарабатывать и так. Не, не получилось. Вот, ну, не работает. То есть, если вы находитесь в какой-то нише, ну, в какой-то нише благотворительности, вам нужно соответствовать тому позиционированию, которое есть у фонда. Вот. Ну, то есть, например, да, если вот Даша занимается котиками-собачками, да, было бы странно, если бы она не любила животных. Вот. Ну, да, то есть и у нее постоянный вот этот контакт с животными. Мы были на совместных мероприятиях, и я знаю, у нее постоянный контакт с животными. Животные просто к ней тянутся, она к ним тянется, она их там не гонит палкой, да, или там не ругает и так далее. Вот. То есть, я вот, кстати, хочу обратить внимание, да, на вот тоже, Даша, как кейс такой. Вот. Классно выстроена фандрайзинговая система. И вот сейчас, если Даша начнет заниматься своим личным брендом и выведет себя как личность, уже показав, да, что это она, что вот она такая, что выстроена вся система, потому что она такая. У них еще вырастут пожертвования раза в три. То есть, если Даша займется своей личностью. Вот. И это все на самом деле очень сильно влияет. Вот. Что такое, значит, какие еще важные моменты в развитии бренда, да? То есть, после того, когда вы понимаете, кто вы, где вы находитесь и что вы хотите, да, куда вы хотите идти, каким вы хотите себя видеть, идет второй пункт. Это, конечно, как раз позиционировать. То есть, а как вы должны себя позиционировать, а что вы для этого будете делать? И вообще, что это такое? Здесь тоже нужно выйти из личных границ, потому что у нас только один инструмент, который позволяет людям узнать о вас. Так же, как и о вашей организации. Это социальные сети, это пиар, да, это внешняя коммуникация. Как бы вам не хотелось, как бы вы не сопротивлялись, в общем, как бы вам это не нравилось, внешняя коммуникация, то есть, ну, общение с аудиторией, с какими-то, да, вот этими социальными сетями и так далее. Это второе, что нужно будет сделать. Начать вести соцсети и выстраивать определенную траекторию. Здесь я, наверное, больше огорчу людей, потому что, думаю, без специалистов здесь не справиться. Я потратила на это и время, и деньги, и многое, что потратила для того, чтобы прийти к определенным мыслям, действиям и уже пониманию тому, как это все будет двигаться. И я вам вот правда скажу, что абсолютно вообще другая энергия, другие деньги приходят, другие люди приходят, то есть после того, как стала видна вот эта траектория моего, да, собственного движения. Вот. Я просто, ну, очень люблю, когда ко мне сами все приходят, то есть я просто живу своей жизнью, а люди ко мне приходят и говорят, Настя, смотри, мы тебе денег хотим дать. Вот. И вот это, ну, самая такая идеальная картинка, это моя картинка, мне так нравится, я от этого кайфую, и я делаю все, чтобы это сейчас было. И когда это случается сейчас, у нас там, допустим, в чате сразу разрыв такой, ну, как бы, разрыв радости, да, когда я там в коммуникации говорю, так, ребята, у нас пришло 10к на счет, чтобы вы понимали, у нас таких пожертвований, ну, в целом не было, мы такие зелененькие были там, у нас пришло 20к, просто 20 тысяч человек перевел, вот. А я вижу, да, связь, что у нас выстроено, выстроено и одинаковое позиционирование фонда, и одинаковое позиционирование меня, то есть у людей картинка складывается, они понимают, вот директор, вот фонд, все понятно, все, ну, все как есть. Очень важный момент, очень хочется, чтобы вы тоже это понимали. Люди не знают того, чего не знают, то есть если вы не рассказываете про себя, про то, какие вы охрененные, про то, как вы выстраиваете свою систему, про то, как вам бывает сложно, про то, про то, про то, они об этом не знают, и, соответственно, не могут вас в этом поддержать. Это огромная, я считаю, проблема некоммерческого сектора и людей, которые ведут фонды, ведут организации, ведут вот эти группы. Я сама была там, и очень много у меня знакомых, которые именно так и делают, да, то есть, ну, я же, у меня нет времени рассказать, я боюсь, что обо мне подумают, я там могу что-то не так сказать, написать, да, или это может повлиять еще хуже. И вот эти вот установки, они на самом деле ограничивают. Я много раз проверяла, как работает, когда берешь так молотком, разбиваешь эту установку, идешь и делаешь то, что, ну, как бы логично, да, правильно. И мы про деньги, да, и деньги приходят, то есть у нас в целом, да, все про деньги. Вот. Эти установки очень сильно мешают. Поэтому для тех, кто, например, только сейчас вдруг понял, что, блин, а я же не веду соцсети и вообще ничего не рассказываю, я рекомендую начать это делать абсолютно в любом формате, вообще в любом. Да, у вас 300 человек, да, у вас 100 человек, да, у вас 1000, неважно. Начните просто делать это в любом формате. Начнет приходить обратная связь. Кстати, создание карты личного бренда, оно всегда идет от того, какая обратная связь к вам придет. Соответственно, у меня сначала была задача собрать эту обратную связь. И когда я постила всякую фигню, делала какие-то непонятные сторис и вообще там, ну, что-то там вообще странненькое, вот. Вот. Приходила обратная связь, то есть люди там пишут, лайкают, что-то спрашивают, вот. Ну, либо не приходило. И вот когда мы с моим бренд-менеджером составляли эту карту, это очень сильно помогло. То есть даже если сейчас у вас нет средств для того, чтобы заняться личным брендом, нет каких-то возможностей, да, там, начать менять свою жизнь, свою собственную жизнь, не жизнь организации, а свою собственную, да, то начните просто хотя бы как личность коммуницировать со своей аудиторией. Это очень-очень сильно поможет потом, когда вы дойдете до момента того, что вы приняли это решение. Вот. Соответственно, да, люди, не зная, что у вас происходит, они не знают, как вам помочь. Прикольная тема, вот у нас, расскажу, да, с этим, с арендой офиса было. Вот. Ну, как-то, знаете, вот у меня была установка, блин, ну, на аренду офиса не дают денег, на административку собрать сложно, да, там, ну, куча вообще вот всякого того, что вот мы там все придумываем, вот. Вот. И поджимают, у меня как бы уже нет денег на аренду офиса, и я думаю, да плевать вообще, да все, я личный бренд строю, мне надо быть честной, открытой. Я вам сказала, да, что это мой бренд такой, честной, открытой, прям заявлять вообще все. И я такая, да ну и фиг с ним. И бабахаю, пост такая, вот тут как есть, знаете, там, вечером сижу уже, там, готова выпить бутылку вина в одиночестве. Пишу этот пост. Боже мой, вот я не знаю, как это работает, почему это так работает, почему вот как-то нельзя, это проще, я про себя сейчас больше. И мне приходят сообщения. Два. Анастасия, почему вы вообще молчите? Мы же ваши друзья и партнеры, давайте мы вам будем оплачивать офис. Другие. Анастасия, тоже в личку, это мои знакомые, вот, мы готовы оплачивать половину ежемесячную. Я такая думаю, господи, все, достаточно было сказать, административка не работает, люди готовы. То есть люди реально готовы, если им об этом говорить. Это я сейчас вам рассказываю, то есть возможно кто-то из вас это делает, да, там, и так же себя ведет. Это просто про то, что я начала развивать свое позиционирование, да, то есть как я, потому что я не вела соцсети, я боялась что-то писать, у меня вообще дисграфия и дизлексия, то есть мне дико страшно, там, боязнь выступлений, вообще просто набор какой-то фигни, который ограничивал меня в том, чтобы отдавали денег. Вот. Пришлось с этим совсем поработать и нанять нескольких копирайтеров, которые проверяют мои посты, и двинуться вперед. То есть еще раз, да, возвращаюсь к первым шагам, которые я бы рекомендовала руководителям и фандрайзерам, потому что фандрайзер – это лицо организации привлечения денег, да. Но здесь, знаете, такое вот, почему я обратила на это внимание, что фандрайзер, если он наемный сотрудник, он приходит, уходит. То есть он может в любой момент прийти, и он, если себя, то есть если вы фандрайзеры наемные, да, то есть работаете в организации, то я вам тоже рекомендую работать с личным брендом, то есть заняться этим вопросом, потому что вы можете таким образом, да, увеличивать свой чек, приходя в другую организацию, да, ваш личный бренд в том числе будет работать на вас. Вот. Но моя еще большая рекомендация руководителю, от которого зависит работа организации, заняться развитием своего личного бренда. Меня очень сильно вдохновляло, знаете, когда я видела, что, ну, все знают, да, Нюту знают, да, как бы бренд, да, человек делал что-то такое очень весомое, большое, значимое. Вот. И другие такие известные личности фонда, да, которые не были изначально как бы известны, а потом даже там фандрайзеры, да, известные, да, есть. Вот. Истории, когда человек становится вдруг случайно известным и актуальным и значимым для аудитории, это больше исключение из правил. Вот. То есть, когда я познакомилась с лидерами некоммерческого сектора, мне казалось, что я тоже так могу, просто написать пост и собрать 10 миллионов. Вы знаете эту историю, да, когда в день рождения написали пост, да, и собрали 10 миллионов. Вот. Какое мое было огорчение, когда я день рождения открыла пост и собрала 5000 рублей. Вот. Собственно, это тоже были первые шаги к пониманию того, что, блин, а что-то не со мной не так, да, а что-то с моим позиционером и с личным брендом не так. То есть, люди не считывают, они не понимают, почему мне надо дать денег. Вот. Так. А, ну, у меня, в принципе, да, 5 минуток. Вот. В общем, я надеюсь, что моя история сейчас… Я напомню, что я первый раз вообще по личным брендам. Я вот только буквально две недели назад сама получила карту личного бренда. Вот. Я работала со специалистом. У меня уже спрашивали, кто на меня подписан. Они спрашивали, Настя, а ты платно или бесплатно получила такого специалиста очень мощного. Я говорю, естественно, платно. Бесплатно ничего не бывает, да. Бесплатно это… Ну, книжку можно купить. Ну, как, тоже даже купить. Вот. Да, я работала платно, но я два года назад успела договориться, поэтому, возможно, если кто-то захочет с Екатериной поработать, ну, вот, я могу дать какие-то контакты. Но она дорогая, сразу предупреждаю, очень высокий. То есть, даже я боюсь, что вы не думаете, что это столько стоит. Вот. Поэтому это мое первое было выступление. Я надеюсь, что вообще тема личного бренда как-то у вас сейчас отзовется, и вы подумаете над тем, а что вам нужно самому сделать, как личности, чтобы денег было больше. Я еще раз повторю, после того, как я занялась личным брендом, мы стали собирать больше и стали приходить деньги из тех, как бы, уголков, которые я раньше даже не рассчитывала. Вот. Если есть вопросы, я могу на них ответить. Да, бренд менеджер, ну, я поделюсь, я ее аккаунтом в Телеграм-канале поделюсь. Там, кстати, можно почитать, ну, она пишет разные интересные кейсы. Вот. Все, теперь я не волнуюсь, если есть какие-то вопросы, можно спросить. Спасибо большое, Настя. Это очень крутое первое выступление. Действительно, как в чате уже заметили. Да, ко мне тоже можно обратиться за индивидуальной консультацией, и я хорошо распаковываю человека и могу дать рекомендации уже, куда двигаться нужно конкретно вам. Вот. То есть такая у меня опция есть. Вот. Вообще, мне кажется, вот история про карту личного бренда, это очень интересно. Ну, по крайней мере, мне точно интересно. Было бы ее более подробно разобрать. Возможно, уже в следующем марафоне. Вопрос, куда писать и как обратиться за консультацией. Ну, мои как-то контакты, у тебя там телеграм или как оставить? Вот контакты Настя чуть повыше. Есть в чате сайт фонда «Спорт для жизни» и личная страница Настя. Можно тебе в контакт писать, наверное, да? Да, 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 можно, конечно. Вот, поэтому все... Там в контакт, ты говоришь? Да, в контакт. А, ВК. Давай я еще сброшу. Ладно, ВК можно. В общем, все, кто хочет себе карту личного бренда, переходите к Насте. И мою консультацию. Да, и консультацию. Спасибо большое за то, что ты очень честно все рассказала. Сказала о том, что это на самом деле большая работа над собой. Спрашивают, можно ли твой телеграм? Да, можно, можно сейчас, да. Я могу, да, сбросить все. Вот, поэтому мне кажется, тоже важно понимать, что это действительно большая работа. Это честная работа с самим собой, в первую очередь. Но, как ты уже сказал, она окупается в том числе и для организации. Она и окупается. Я еще раз, да, скажу, что я все это придумала только потому, что понимала, что без этого моя организация не справится. Вот. Так, коллеги, мы двигаемся дальше потихоньку. И у нас следующий спикер. Это Лариса Безвербная, учредитель благотворительного фонда «Подари подарок». И она расскажет нам, как мы можем выстроить волонтерское сообщество, партнерские связи внутри этого сообщества и обратить все это дело во благо фондрайзинга. Лариса, добрый день, предоставляю вам. Коллеги, всех приветствую. Андрей, подтверди, что меня хорошо слышно? Да, отлично, слышно, видно, все окей. Да, отлично. И я сейчас еще сразу попробую вывести короткую презентацию на экран. Скажу, видно ли вам мою презентацию? Все супер, отлично. Хорошо, друзья, всех приветствую. Искренне рада быть с вами. И так же искренне, как мои коллеги по клубу фондрайзеров, хочу поделиться опытом нашей организации. И это, знаете, примерно то же самое ощущение, как у Насти было, что если я не буду вкладываться в свой бренд, моя организация не выживет. Вот у меня скорее история, что если мы не будем вкладываться в сообщество, то действительно путь наш будет совсем другим. Сейчас, не знаю, наблюдайте ли вы, но я думаю, что мы все это очень чувствуем, что такое время, когда люди склонны отказываться от всего, что не близко к сердцу, от всего, что не критично важно. И действительно, если ты хочешь сохранять отношения с своим донором, ты хочешь сохранять отношения вообще со своим сообществом, тебе нужно максимально устанавливать вот эти человеческие личные связи. Ну, то есть история мы просто собираем на Васю, он болен тем-то, дайте денег, это прям история, уходящая все дальше и дальше в прошлый век. Вот, поэтому, собственно, делюсь практикой построения сообщества, сразу хочу сказать немножечко о нашем фонде, потому что, в принципе, в самой сердцевине того, что мы делаем, лежит идея создания сообществ, сообществ взаимопомощи. И, как бы, если коротко сказать, как бы, нашу миссию, мы создаем сообщество взаимопомощи в разных городах России, вот, и, в принципе, работаем с нашими подопечными в концепции помогать людям так, чтобы они начинали помогать другим. Если кратко вам это продемонстрировать на такой вот наглядной схеме, то это примерно, примерно вот так. То есть мы берем людей, которые по объективной причине оказались в сложной жизненной ситуации, они, естественно, проходят проверку, как в любом фонде. Вот, к каждому человеку, которому мы помогаем, представляется волонтер, который заботится о нем, который выясняет потребности этой семьи, выясняет, что именно нужно. После этого истории семьи попадают на наш сайт подариподарок.орг. И, соответственно, мы это привязываем к конкретным акциям. На этом этапе вовлекается как раз большое количество дарителей, которые заходят на сайт, и они прям могут выбирать из разных регионов. В целом у нас 35 регионов в работе сейчас. Выбирать из регионов, где они хотят помочь людям, выбирать семью. И, соответственно, там еще фишка большая в том, что можно помочь не только переводом денег на конкретную семью, но и прям бронируя конкретные потребности того, что семье нужно. От пакета гречки до средств реабилитации. И как бы идея, что любой человек может как бы помочь. Вот, но это только первый этап, потому что наша идея как раз таки не как бы когда одни дают, а другие все время берут. А это история, когда семьям в наиболее кризисный момент помогают тем, что необходимо. Параллельно с этим с ними работают психологи фонда, юрист фонда, если это нужно, чтобы в принципе помочь людям выйти в ресурсное состояние. И вот очень большая часть нашей концепции, что мы предлагаем своим подопечным также становиться участниками нашего сообщества взаимопомощи. У нас очень широкая линейка разных видов волонтерства с такой как раз целью, чтобы прям каждый человек мог найти себя и найти себя в том, что откликается именно ему. Ну вот, например, сейчас у нас именно для подопечных семей самый востребованный тип волонтерства – это как раз таки работа с другими семьями. Они проходят у нас обучение, естественно, перед этим проходят правднику наставничества и после этого становятся волонтерами других семей. Среди вот тех, кто у нас работает с семьями, 65% высших подопечных. Но в то же время, как я сказала, формируя сообщество взаимопомощи, это с одной стороны люди, которые получили помощь и передают ее дальше, а с другой стороны к этому присоединяется большое количество вполне успешных людей, которые просто приходят сюда за смыслами, за протраченной благотворительностью, за сообществом, за ощущением, что я могу вообще хоть что-то изменить. И они, собственно, тоже выбирают те типы волонтерства, которые им интересны. Ну, например, у нас есть отдельный тип волонтерства – это интеллектуальное волонтерство «Ударная группа», на которой у меня прям большое количество, ну, в принципе, топ-менеджеров разных компаний, HR-директоров. Прям это супер востребованная тема у меня как раз для руководителей по маркетингу, как бы специалистов HR-спектра. Вот с ними мы как бы в фасилитационном режиме встречаемся каждые две недели и вместе штормим вообще все, что происходит в фонде. То есть там мероприятия, которые мы сейчас будем делать, акции. И, соответственно, для меня это бесценная просто история, потому что, ну, лучшие люди вкладываются своими мозгами, и мы, естественно, в итоге создаем там тот продукт, который для многих интересен. И более того, они еще берут и сами его несут в свои же компании, где они работают, предлагая у себя. Вот, это просто как вариант. Соответственно, еще раз кратко, то, что мы делаем, помогаем людям так, чтобы они начинали помогать другим. Вот, и если вот делиться уже прям вот, получается, разбирать эту историю, как это получается на прям такие шаги, что нужно сделать, чтобы сообщество в принципе начало у вас возникать. Потому что часто как бы действительно есть команда в фонде, которая работает нон-стоп, и, по сути, как бы эти 5-6 человек, они как бы тянут все. И иногда и вообще там руководитель фонда в единственном лице. Вот, а здесь получается вот эта вот история и нашего продвижения, того, что происходит, она прям разделена на очень большое количество людей. Вот, и, соответственно, как построить это, как бы, чтобы это работало, я вот поделюсь сейчас несколькими, ну, условно говоря, секретами того, что делаем мы. Первое и главное, на самом деле, как обычно, если хочешь строить кораблик, чтобы он плыл, естественно, нужна как бы схема кораблика, да, и, понятно, его система. Соответственно, действительно, сначала вам нужно прописать, как минимум, как бы структурную систему того, что вы предлагаете, и того, по какому пути будет идти человек, попадая к вам в организацию. Из серии он говорит, я хочу к вам присоединиться, окей, ну, присоединяйтесь, и как бы, и что дальше? Вот я, например, уже упомянула, что, ну, у меня три основных аудитории в фонде. Одна – это наша подопечная, которой многие из них становятся волонтерами. Другая – это люди, которые изначально пришли к нам в качестве доноров, дарителей, и, в принципе, тоже части из них становятся волонтерами. И, собственно, волонтеры – это как такое объединяющее все всех. В итоге все становятся волонтерами. Вот. И, соответственно, должен быть прописан путь. Вот, например, если говорить про мои подопечные семьи, да, их путь в волонтерство какой? Они подают нам заявку, мы ее верифицируем, проверяем, соответственно, с ним общается наш куратор первоначально. Мы сразу на нашем сайте, везде написана наша концепция, что мы про сообщество взаимопомощи, что у нас вот такая философия, что мы просто в это искренне верим. Вот. Потом, когда с ними общаются волонтеры, опять-таки, они выясняют их потребности, выясняют ситуацию, и заодно, в том числе, прямо в вопросах там есть, соответственно, хотите ли вы присоединиться, чем вы хотите помогать. Многие из этих волонтеров рассказывают свои личные истории. Вот вы знаете, вот я так же, как и вы, собственно, был подопечным. Вот. Здесь еще важный, конечно, момент, что у нас не стоит из серии, ну, это как обязательно входящий фильтр из серии, не хочешь волонтерить, мы не будем тебе помогать. Такого, конечно, нет. Мы говорим, что это та штука, в которую мы верим, и ваш выбор, хотите присоединяйтесь, хотите нет. На текущий момент у нас, вот наша личная статистика, 25%. Тех, кто к нам пришел как благополучателей, которые в итоге стали участниками сообщества. Вот. И, соответственно, потом семья попадает в нашу акцию. Как правило, у нас получается достаточно хорошо решать ее проблемы, и на этом моменте, получается, семья сталкивается с большим количеством обратной связи с нашей стороны. То есть, во-первых, она все время в контакте с своим волонтером, это личное общение, в контакте с нашими кураторами. Потом мы же ее сразу зовем на мероприятия фонда. У нас есть офлайн и онлайн. И так как сейчас очень много региональных городов, то, естественно, мы делаем онлайн мероприятия регулярные. В частности, у нас отдельно есть группа волонтеров-артистов фонда, и вот на вот эти вот онлайн мероприятия мы регулярно устраиваем всякие интересные встречи. Ну, там, не знаю, концерт, солистки Большого театра, ну, например. Естественно, это суперинтересно, прийти на эту онлайн-встречу как бы разным семьям из регионов. Это могут быть и совершенно другие вещи. И, соответственно, за время, пока они в процессе нашей акции получают от нас помощь, они уже проникаются нашим духом, атмосферой. Естественно, в самом начале мы делаем еще с ними общую встречу с подопечными, где выступаю я, выступает куратор волонтерского сообщества, выступает несколько человек, которые были нашими подопечными, теперь стали активными волонтерами. Всегда это заканчивается какой-то небольшой такой развлекательной концертной частью. Ну, то есть люди понимают, что вообще происходит. Вот. И, соответственно, после этого им предлагается анкета волонтерская, которую они заполняют и выбирают прям те направления, которые им интересны. После чего с ними связывается куратор, передают их куратору соответствующего направления, и, соответственно, человек вовлекается. Если говорить про волонтеров семей, то они вовлекаются в онлайн-обучение, а потом в работу с наставником. Это вот путь, прямо я рассказала вам, для подопечных. Путь для тех, кто пришел, соответственно, изначально как даритель, он, конечно, немножко другой. Но по факту это такая же история. У нас есть как бы точки входа контакта. Например, люди приходят к нам на праздник приема подарков как дарители. Естественно, там они видят кучу волонтеров, кучу праздников, кучу мероприятий разных зон активности на местах. То есть тут им мастер-класс проведут, тут им волонтер ФАЯ, там наш волонтер-шеф-повар, собственно, который готовит, супер вкусно их накормит. Ну, то есть они сразу попадают в среду, в атмосферу, в которой круто, тепло и в которой хочется стать участником. После чего им опять-таки предлагается заполнить анкету, выбрать направление, присоединиться. Вот такая же история, соответственно, с нашими партнерами, которые мы продвигаем на уровне компаний. Люди вовлекаются в акции, потом мы предлагаем сделать лекцию по позитивному волонтерству. И, соответственно, в ходе этой лекции уже компании рассказываем, как люди могут почувствовать себя нужным и проявить себя. Соответственно, вот таким образом вы, получается, собрали, ну, как бы, пул тех, кто, в принципе, хочет волонтерить. Потом, соответственно, следующие важные вещи, чтобы это все не сдохло очень быстро, потому что, естественно, как супер правильно сказала Даша, человек сначала горит, потом, если ты его не подогреваешь, он потухает. Поэтому должна быть система регулярного чувства, как бы, этого подогревания, условно говоря. Здесь первое, вообще, и главное, человек реально должен чувствовать, что он действительно тут нужен, что от него действительно что-то зависит. Вот. И поэтому, как бы, история, которую мы прям проповедуем, максимальное прислушивание к тому, что, как бы, максимальное вовлечение всех во всю нашу деятельность. Как я говорила, у нас, например, регулярные акции адресной помощи. И когда мы проводим эти акции адресной помощи, мы реально в начале каждой акции сначала проводим сессию фасцилитационных таких вот встреч-стормингов, где мы вместе, как бы, думаем вообще, про что мы будем говорить, как это будет выглядеть. То есть это маленькая ударная группа. Потом мы штормим, например, слоган. Вот простая тема, слоган весенней акции. Мы обязательно делаем форму опросника и рассылаем ее вообще, ну, как бы, во все, в наших соцсетях, нашим дарителям, нашим волонтерам. Это простая штука, но люди, участвуя, выбирая у слогана нужный слоган, они уже чувствуют свою приобщенность к тому, что мы тут делаем. Естественно, когда мы им потом после этого скажем, ребята, у нас запустилась весенняя акция, люди уже чувствуют, ну, я тут уже поучаствовала, поддержу в чем-нибудь следующем. Вот, соответственно, когда это весенняя, как бы, следующий этап, ну, просто я, например, конкретная акция, это дело, мы придумываем кучу разных активностей, которые люди легко могут лично присоединиться и, получается, рассказывать о нас, как бы, через, как бы, свои контакты. Поэтому мы регулярно штормим самые разные слышмобы. У нас в каждую акцию несколько слышмобов, которые мы придумываем, там, ну, и серии, там, и поделись, там, не знаю, школьная какая-нибудь, там, все, там, вставляют себя в школьный форум, я делюсь своим детством, чтобы детство наступило вот у детей, соответственно, фонда, которому я помогаю, ну, как пример. Их вообще очень много разных у нас слышмобов. Или делаем, знаете, специальные такие значки, рамочки, и, соответственно, наши сторонники ставят себе на аватарке эти рамочки и, соответственно, тоже амбассадорят. Или даже там, не знаю, наклейки вот у нас хорошо шли, наклейки на почтовый ящик, типа, там, я запускаю, что там у нас последнее было. Ну, и стихи, что соседи, там, запустим круговорот добра, и наш сайт, он просто клеится на почтовый ящик, и люди просто, ну, как бы, открывают почты, видят, что у кого-то соседи это прилеплено, как минимум видят наш сайт. Вот, ну, то есть вот очень много таких вот активностей мы регулярно изобретаем. Соответственно, естественно, мы очень активно стараемся развивать тему волонтерского фандрайзинга. Когда прям вот у нас большое количество семей, которые участвуют в акции, и участникам нашего сообщества предлагается просто выбрать семью, которая ему откликается, и рассказать о ней в своих соцсетях. Вот, естественно, как бы там по-разному у каждого получается, но, как бы, достаточно много у нас, как бы, таких ресурсных волонтеров, которые закрывают абсолютно эти семьи. Вот, потом, соответственно, история наша очень-очень такая важная, что мы максимально пытаемся понять в нашем сообществе, у кого какие таланты, и максимально стараемся не мешать человеку их проявить для нашей пользы. Вот, для этого в том числе, соответственно, как бы, вот эти наши встречи регулярно проходят, где люди сами, сами предлагают свои инициативы. Вот, ну, как бы, вот из серии, здесь, как пример, тут поэзия, как фандрайзинг, это поэтическое у нас сообщество есть, и продвижение, как бы, через это. Это вот у нас есть там, причем дочка, дочка нашей подопечной, она в стриминговом сообществе. И так получилось, что она привлекла, например, большое количество топовых стримеров, которые стримили онлайн-игры в нашу поддержку, и, ну, соответственно, мы на них помогали семьям. Вот, честно, я бы, мне в голову бы никогда такое не пришло, что, типа, через стримеров можно делать такие крутые истории. Мы вот, например, вот в одной из акций так собрали им сколько, больше полумиллиона рублей. Вот, или вот история прям, не знаю, недавних наших активностей. У нас было большое мероприятие в Москве на очень крутой площадке «Центральный рынок». Опять-таки, это просто наш волонтер, у которого есть корнер на этом «Центральном рынке», предложила, как бы, идею, ну, соответственно, маркетингу, и все, пожалуйста, мы идем и делаем эту, ну, как бы, закрываем эту площадку. Ну, то есть, и получается, так как волонтеры самые разные, выходы у них самые разные, соответственно, у фонда появляются тоже возможности выхода очень много, очень много куда. Вот, следующая история супер важная. Чтобы вот эта химия вся происходила, реально должны быть горизонтальные связи внутри. Соответственно, чтобы они появлялись, онлайн мероприятия, ну, это классно, но все равно химия не та, хоть-хоть и тоже есть. И поэтому прям регулярный график план мероприятий разных-разных ивентов, где люди могут встречаться. Причем тоже с учетом того, что аудитория разная, с одной стороны, мы все одно сообщество, с другой стороны, нам надо понимать, что, естественно, у всех интересы-то разные. И поэтому это точно должны быть разные мероприятия. Ну, то есть все ли не концерты мы там все время только делаем, да, а вот разные вещи. Вот я как раз пример приведу. Вот у нас, например, один из волонтеров нашего фонда творческих солист группы «Премьер-министр». Соответственно, с ним мы там прям несколько мероприятий провели, бранч-концерт для нашего сообщества, где, соответственно, люди приходили, и параллельно это было в общении с Сергеем, за возможность задать ему любые вопросы. То есть вот этот классный формат, но на него как бы реально аудиторию дарителей он в большей степени очень интересовал. Да, и важный момент. Мы вот эти наши мероприятия, это не только фонограф-фонд в них все время инвестируют, большую часть из них мы стараемся сделать либо как минимум самоокупаемыми, либо на них еще заработать. Ну, например, естественно, на бранч-концерте Сергея Димончика там был билет, там еще была коллаборация с рестораном, был очень вкусный такой сет. То есть, естественно, это была история как бы и объединения сообщества, и в то же время фандрайзинга. Есть мероприятия, на которых мы как бы не делаем их фандрайзинговыми. Вот, например, вот одно из мероприятий, там, весеннее, куда вы видите на этой фотографии, что здесь люди тут самых разных. Тут очень много наших подопечных, вот мамочки с детками, с колясками. Здесь и наши дарители, и как бы все разом. Но при этом это мероприятие полностью собирается за счет, опять-таки, волонтерских же ресурсов. У нас есть в фонде волонтеры-флористы, которые проформляют все. У нас есть в фонде волонтеры-артисты, которые там бесплатно поют. Да, у нас есть в фонде волонтеры-кулинары, которые на это все готовят. И то есть в итоге собирается как бы классная такая история, где все чувствуют себя приобщенными. И вот, например, опять-таки, проценность того, что мы даем, для меня один из таких, знаете, самых важных фидбэков от наших мам с детками с инвалидностью. Когда я как-то решила спросить, а что вам вообще дало, то, что вы вовлеклись, они говорят, знаешь, я чувствовала себя раньше просто приложением к своему ребенку, что вся моя жизнь, это вот вокруг его болезни, вокруг него. А тут я вдруг, во-первых, почувствовала, что я это я, что я тут нужна, что через меня кому-то помощь приходит. Я встретила таких людей, которых я бы в жизни не встретила в своем окружении. И вообще я сейчас думаю, соответственно, как бы вот уже тут я стала куратором волонтеров, а вот я уже вообще думаю сейчас в своем городе вот эту тему развивать. Вот это, собственно, то, ради чего вообще мы все это делаем. Соответственно, я вам говорила про необходимость этих регулярных мероприятий. Собственно, тут вот разные-разные форматы. А вот, например, как пример мероприятия для сегмента наших волонтеров, в том числе доноров, топовых доноров. Вот у нас буквально вчера-позавчера была история стратегической сессии фонда по работе с дарителями. Это уже небольшой круг, где мы прям собрали наших таких значимых доноров, где позвали фасилитатора. И реально люди своими большими бизнесами нашли в будний день, два дня с утра до вечера с нами штормили, и всем было от этого классно. Ну, то есть, реально, естественно, эти люди выходят вообще совершенно с другим чувством, что это не просто фонд, куда они деньги нанесут, а где они вот своими мозгами, своими руками участвуют. Вот. И, соответственно, вот от этой вот коллаборации внутри сейчас хочу еще перейти к коллаборации с, кстати, возможно, именно с вами. Потому что мы коллаборируемся и дружим с другими фондами. То есть, для нас прям очень важна такая наша философия, что мы не такое сообщество само в себе, такой приятный, комфортный фонд, да, а мы, как бы, объединяясь с другими, мы делаем многое вместе. Вот, например, тут на этих фотках, вот я рядом с руководителем фонда единения, которые помогают, с ребятам с аутизмом, бывшим учредителем фонда помощь. Вот. И это как раз мое предложение, в том числе, к тем, кто присутствует сейчас, слушает эту лекцию. Собственно, как мы можем взаимодействовать лично с вами. Во-первых, у вас есть, соответственно, подопечные, которым вы помогаете по своему профилю. Ну, я не знаю, например, также подопечным дому с маяком помогали, да, соответственно, а как они по своему профилю, а в то же время эти семьи часто являются подходящими под наши критерии. Сейчас еще раз проговорю, кому мы помогаем. Мы помогаем людям, которые по объективным причинам оказались в сложной жизненной ситуации. То есть, это не алкоголь, не наркомания, это взрослые дети с инвалидностью, которая не позволяет родителям, соответственно, взрослому работать. Это мама-одиночки с детьми до трех лет. Это люди, пережившие чрезвычайные ситуации, одинокие пенсионеры. Ну, аудитория, которым мы помогаем. И, соответственно, мы коллаборируемся с другими фондами, часто тем, что, соответственно, они рассказывают о нас, в том числе, своим подопечным, и в то же время советуют нам из их, как бы они знают, кому они помогают, тех, кто подходит под наши критерии и под фильтр общей адекватности. И, соответственно, мы готовы принимать их в свои акции адресной помощи, в свою программу. И, по сути, мы для них становимся таким дополнительным ресурсом привлечения, как бы помощи их семьям. При этом мы свои акции делаем достаточно масштабно, подтягиваем сюда и федеральные СМИ, и разные, поэтому, получается, для региональных фондов это там в том числе получается дополнительный источник. В то же время, соответственно, в чем наш интерес здесь? Ну, с одной стороны, того, что мы действительно хотим помогать людям, которые адекватны и по объективным причинам сложной ситуации, и когда мы коллаборируемся с другими фондами, для нас выше шанс, что мы действительно, как бы, ну, это больше уровень проверенности этой семьи, да, поэтому здесь в этом есть интерес. А с другой стороны, как я говорила, наша миссия это развивать сообщество взаимопомощи в разных регионах России. И наиболее эффективная коллаборация у нас получается, когда мы прям тесно дружим с региональным фондом, соответственно, они там часто выделяют своего представителя, например, иногда это активный волонтер этого фонда, которого мы обучаем работать по нашей технологии, и получается, фонд становится в том числе, как бы, ну, и нашего подхода амбассадором в своих регионах. Вот, то есть получается, что у нас появляется партнер в регионе, через которого мы в лучшей степени проверяем имеющиеся семьи и вокруг которого мы наращиваем вот это сообщество, да, а с другой стороны у вас получается дополнительный ресурс, соответственно, там наша платформа Подари подарок, через которую мы как бы оказываем всю эту помощь. Кстати, про платформу я вам сейчас, наверное, подробнее даже покажу. У нас еще есть 5 минут, я смотрю. Вот смотрите, как это выглядит. Собственно, это наш сайт. Вот, вот это семьи из разных регионов, соответственно, человек может сюда зайти, выбрать вот регион, где он хочет помогать, кому он хочет помогать, и вот, собственно, там карточки семей, условно говоря, выглядят вот так. Краткая история, там процент сбора, вот с каждой карточки можно задать вопрос и пообщаться с волонтером семьи, вот, можно помочь деньгами в нашей системе, соответственно, мы видим, на какую семью что переведено и помогаем под ее потребность, или можно помочь вот конкретными потребностями, вот вы видите, например, вот в семье нужен салафальк, даритель еще пока не найден, можно положить в корзину, забронировать, соответственно, привезти к нам на склад или через волонтера, связавшись в город проживания семьи. А вот, например, то, что зеленым, это значит, дарители уже найдены. Вот. Ну, соответственно, получается, возможность помогать там вашим семьям, в том числе, там, через наши акции, через наши ресурсы, а нам развиваться у вас в коллаборации с вами в ваших регионах, это и есть возможность такого взаимовыгодной истории, который, соответственно, всем, кому это откликается, готовы подробнее обсуждать. Вот. И, пожалуй, завершая, вот я, еще раз, ссылка на наш сайт, это ссылка, это мои личные контакты, соответственно, вы можете сейчас записать, ну, и, соответственно, если есть заинтересованность, пишите, звоните, обсудим. Вот. Спасибо, друзья. Если у кого-то есть вопросы, уточнения, задавайте. Спасибо большое. Лариса за подробные, очень классные выступления, а коллеги, не стесняемся, пишем вопросики, и как раз мы несколько можем еще успеть обсудить. У меня такой полувопрос, полутверждение. Я правильно понял, Лариса, из твоего выступления, что очень важен именно волонтерам и в сообществе понятный путь, как мы можем развиваться, да, если мы хотим помогать организации, если мы приходим волонтерить, в том числе, на примере, да, видеть, вот, ты можешь, пожалуйста, рассказать какой-нибудь еще такой примерчик? Можно, не знаю, можно с именами, можно без, когда человек приходил, просто там, может, даже думал, что поможет один день там или один раз, а потом, например, становился амбассадором или как-то? На самом деле, у нас много таких примеров, вот, особенно, например, одна из наших суперактивных волонтеров, интеллектуальных волонтеров, просто таких у нас продвигающих, она в маркетинге работает, очень крупной компанией, и, собственно, это была, ну, ее семья, которую она просто лично знала, и я говорю, ну, давай ты будешь там волонтером со своей семьи, она говорит, хорошо, разово я присоединюсь вот на эту историю, но потом больше не. Естественно, как бы, а когда человек уже присоединился, когда он познакомился, когда сходил на наши мероприятия, когда вовлекся вот в это наше интеллектуальное волонтерство, собственно, она говорит, никуда от вас уже не денешься, просто надеваться, потому что не хочется. Вот, а если говорить про, как бы, вот именно вот этот понятный путь, то, например, сейчас по волонтерам, которые работают с семьями, у нас, как бы, такая есть история, о которой мы, когда встречаемся, прямо рассказываем, вот, ты можешь стать волонтером семьи, соответственно, ты будешь тем проводником, через которого прям приходит помощь к другим, да, потом у нас есть такой карьерный, условно говоря, рост, что кто очень хорошо, ну, как бы, вот это, курирует свои семьи, они становятся кураторами других семей, уже такими, соответственно, наставниками, да, некоторые уже подросли до того, что они уже в своих регионах стали лидерами, соответственно, развивают вот эту всю историю, вот у нас, говорят, в Воронеже, в Липецке, такая очень яркая история, то есть, вот так вот примерно выглядит этот путь. Спасибо большое. Мне кажется, это очень важно, в принципе, и для команды НКО, и для руководителя, для каждого из нас, такой путь видеть, прописать себе, представить его хотя бы. Вот такая мысль. Спасибо большое, Лариса. Коллеги, вот контакты есть в чате, пожалуйста, обращайтесь, дружите, общайтесь, и давайте все будем обмениваться опытом. Спасибо, Лариса, большое. Спасибо. Идем дальше, и следующее у нас выступление будет о том, как объединить и активизировать местные сообщества на одном практическом примере, примере одного проекта. И нам об этом расскажет Юлия Жильчикова, председатель Вологодской областной общественной организации «Будущее есть». Вот, сейчас послушаем, «Есть ли будущее у местных сообществ и фандрайзинга?» Надеюсь. Юлия, передаю тебе слова. Добрый день, спасибо. «Будущее, естественно, есть». Меня слышно? Да, кивните мне кто-нибудь. Да, слышно, видно. Хорошо, спасибо. Но я бы хотела сказать, в первую очередь, что вообще наша организация занимается помощью детям и молодым взрослым с ментальными нарушениями в городе Череповце. Но так получилось, что в 2022 году к нам с инициативой пришел наш донор и говорит, Юля, давай будем кормить детей района, района, где находится наш центр. А так как у нас с нашим замечательным Сергеем Мефодьевичем совпадают ценности, мы любим готовить, любим угощать, любим есть, то, соответственно, мы решили, почему бы нет. Тем более, у нашей организации с 2020 года работала кулинарная мастерская для ребят с особенностями. То есть, часть какого-то необходимого оборудования у нас была. Ну и, конечно, раз это был именно Сергей Мефодьевич, это человек, который не просто донор, а настоящий друг, соратник, то мы не могли ему отказать. И расскажу с того, что мы начали большую-большую подготовку летом прошлого года, то есть мы прошли проверку Роспотребнадзора, мы наняли профессионального повара, мы согласовали возможное меню с врачом-диетологом, закупили оборудование, мебель, закупили дополнительную посуду. И вот 8 июня 2022 года, навсегда запомню этот день, мы решили, что мы будем кормить детей полноценными, качественными, для нас очень важно, что вкусными обедами. Почему мы вообще это начали? Так сложилось, что наш центр находится в индустриальном районе нашего города, и вокруг нас очень много детей, которые предоставлены сами себе, и в том числе, к сожалению, очень много семей, в которых есть люди с алкогольной зависимостью. И, соответственно, эти ребята, которым нечем было заняться, они могли у нас, например, мусор выкинуть, какую-то маленькую шалость провести, или, не знаю, дверь от теплицы оторвать, например. Вот, и мы понимаем, что дети сами по себе, они же хорошие, просто, значит, им трудно живется. И вот этот проект, он как раз, мы решили, а почему бы нет? И мы изначально думали, что мы будем кормить детей в трудножизненной ситуации, то есть это из многодетных семей, семей, где сложности с финансовым положением. Что мы сделали? Мы вообще вышли на ближайшую детскую площадку и рассказали про этот проект. Изначально к нам пришло 12 ребят, абсолютно разных. И когда мы начали детей кормить, мы вообще очень сначала волновались, а придут ли к нам ребята. К нам пришли первый раз 12 человек, потом пришло 18, 25, сейчас к нам приходит 72 ребенка на обеды. И когда они пришли, ну мы же не будем никакие справки у ребят спрашивать. И мы так поговорили между собой с командой и решили, что мы будем кормить детей любых, которые к нам придут, потому что мы убеждены, что если ребенок пришел, неважно, потому что он хочет есть или он хочет вкусно поесть, или он просто хочет посидеть, то это и то очень важно, потому что мы начали с ребятами, когда разговаривать, то, например, у нас один мальчик Тимофей приходит и говорит, вы знаете, я совершенно не нуждаюсь, можно я просто посижу, потому что у вас здесь тепло, уютно, и никто не орет. И тут я поняла, что, наверное, еда, это стало ну просто такой способ, чтобы позаботиться о детях, да, и кто-то пьет чай, а кто-то полноценно обедает. И если говорить про сообщество, то когда мы в своей социальной сети начали рассказывать про этот проект, то было очень много откликов среди горожан, то есть какие первые самые эффекты, то есть люди начали задавать вопрос, как вы кормите, когда вы кормите, как я могу помочь. А помочь на самом деле в этом проекте все очень просто, прозрачно, потому что человек может перечислить пожертвования на благотворительный обед, человек может для одного обеда необходимо, например, восемь пачек макарон твердых сортов, и поэтому он может просто купить и привезти макароны. Кто-то, например, каждый четверг, у нас есть девушка чудесная, Татьяна, которая с момента основания проекта каждый четверг привозит фрукты для наших ребят, то есть груши, яблоки, ну какие-то сезонные, да, потому что ребята этому безумно радуются. И когда я ее спрашиваю, говорю, Татьяна, ну вот вы каждый четверг, кроме дней, когда она уезжала в отпуск, привозите, она говорит, вы знаете, вы даете возможность мне помогать, и для меня это все просто, понятно, и просто разрешите мне это делать, и для нас, конечно, это ценно. Потом, когда был сезон кабачков, когда их предлагали всем, то прекрасные сердобольные бабушки, которые прочитали про наш проект в городской газете, привозили нам картошку, капусту, кабачки, и это, знаете, так трогательно и трепетно, когда идет бабушка в платочке, везет за собой тележку полную кабачков, это, конечно, очень ценно, и это трогает, и она говорит, вы знаете, самое важное, чтобы дети были сыты, да, потому что я знаю, когда были голодные годы, это самое важное, и, конечно, удовлетворение наших базовых потребностей, это должно быть в первую очередь, ну, и, конечно, мы рассказываем горожанам, что можно помочь транспортному, автоволонтерам, например, съездить и закупить вместе со мной эти продукты, то есть люди потихонечку, потихонечку стали вовлекаться, потому что все, кто нам помогает, мы их приглашаем всегда попробовать наши обеды, посмотреть, какие ребята приходят, и с нами начали сотрудничать пекарни, кто-то предоставляет нам хлеб, кто-то, например, булочки к чаю, мясной магазин с нами сотрудничает, прекрасно, очень вкусную продукцию предоставляет, и получилось так, что когда теперь к нам приходят гости в наш центр, рассказывая о нашей деятельности, я всегда привожу их на нашу профессиональную кухню, мне все спрашивают, Юля, зачем тебе такая большая печка, я говорю, ну как, для благотворительного обеда нужно сделать 100 котлет, в эту печку влезает 100 котлет, мы запекаем 100 котлет для наших благотворительных обедов, и люди так удивляются, что сразу так много, я говорю, но иногда даже не хватает, и тема вообще еды, еда, она вообще уже очень сильно объединяет, и людям становится все понятно, но, конечно, были у нас случаи, когда мы думали, что все рестораны и кафе города поддержат наш проект, мы написали официальные письма с просьбой поддержать наш проект и взять один или несколько дней или помочь однократно, и некоторые рестораны откликались, и, например, ну, предоставляя получается, ну, вот, свои обеды, а кто-то говорил, что нам это неинтересно, и это тоже опыт, и это тоже здорово, но когда я рассказываю про этот проект, то, как правило, люди очень живо откликаются, начинают делиться рецептами, мы говорим о том, что мы заточены не только просто, чтобы накормить хоть чем-нибудь, а именно, чтобы еда была полноценной, полезной, разнообразной, на данном этапе мы кормим три раза в неделю, то есть мы кормим понедельник, вторник и четверг, и в каждый день из этих обедов к нам приезжают люди, которые хотят помочь, вот у нас сегодня обед, и у нас будут прекрасные спагетти и курица в чесночном соусе, а также салат из капусты, я надеюсь, что не очень голодные, вот, и компот, вот, а также привезут нам сегодня булочки, и вот уже приезжала Татьяна с яблоками, вот, и это очень все здорово, и еда на самом деле сбережает, и мне хочется, да, я вижу, что придется делать перерыв на обед, и мне хочется рассказать вот про такой еще социальный эффект, который, про который мы когда планировали этот проект, мы не думали, но который меня просто, наверное, ошеломил и восхитил, потому что раз мы кормим любых детей, в том числе детей с особенностями развития, у нас есть ребята, которые тоже постоянно приходят на обеды, кто-то разово, кто-то прям постоянно приходит, когда за соседними столиками сидят нормотипичные ребята, а за другими ребята с особенностями развития, вот здесь и появляется, на мой взгляд, вот это настоящая инклюзия и вот формирование этого толерантного пространства, потому что раньше ребята, которые гуляли на улицах, могли обижать наших ребят, могли что-то сказать такое нелицеприятное, а когда они пришли, они начали задавать вопросы, а почему эти ребята не разговаривают, а почему они такие, а почему так получилось, потом начали подходить с ними знакомиться, как-то некоторые сдруживаются, потом начали проситься к нам на занятия в мастерские, и получается, что это вот тоже очень важно, и мы придумали, хочу рассказать, что вы не думали, что все у нас так было легко и просто, потому что когда мы только начали, некоторые девочки, приходящие на обед, открывали просто с ноги дверь и говорили, ну, что тут, в общем-то, у вас поесть, есть, ну, не таким, конечно, словом, то потом эти девочки, увидев, что мои дети из организации будущей помогают прибрать повару посуду, обтереть столы, они говорят, ой, ну, мы тоже хотим, давайте, мы тоже что-то убираем, потом зимой, так как у нас огромная территория, снег чистим мы сами, я начала выставлять лопаты, выставлю перед обедом 20 лопат, выйду и смотрю, все почищено, и так здорово, что чистят ребята, с особенностями развития, и обычные ребята, это так было дружно, классно, когда мы проводили весенний субботник, мы, значит, тоже вынесли пакеты для мусора, вместе мусор весь прибрали, и потом я смотрю, один ребенок кинул фантик, вышел, кинул фантик, а второй ему говорит, ты что тут делаешь, нам же вот в следующий раз придется это все прибирать, ну-ка подними, и то есть это так классно, классно, и для меня это огромный-огромный смысл того, что мы делаем, и того, как мы можем помогать, и как к нам можно легко, просто присоединиться, вот, если есть какие-то вопросы, может быть, я не все осветила, я не могу, Спасибо большое, Юля. Да, тут вот вопрос, как нам сделать перерыв на обед и вкусно покушать, в основном такие вопросы. Мне очень понравилось в своем выступлении, что получается, ну, во-первых, когда мы начинаем какой-то проект, мы его представляем себе каким-то определенным образом, а потом реализация может пойти совсем другим образом, да, или мы там встретим больше друзей, больше партнеров, хотя мы этого не ожидали вовсе, да, и еще мне понравилось, что fundraising, это ведь получается не только про деньги, да, потому что ты рассказывала, как вам в проекте помогали разными, там, например, материалами, продуктами и так далее, вот, поэтому важно еще, мне кажется, понимать, что когда мы говорим про fundraising, мы говорим не только про деньги, вот у нас есть вопрос, вы сделали проект с обедами, частью вашей программной деятельности, или он остается дополнительным объединяющим проектом в организации? Ну, пока он остается объединяющим проектом в организации, но мы, конечно, планируем его развивать, и вот Андрей очень откликается в комментарии по поводу, что планировали одни смыслы, а получились другие, да, то есть если анализируя, то в глубину я не думала, что этот проект будет настолько ценным, важным и таким, ну, как сказать, трепетным, что ли, вот, и вообще мы планы у нас большие, мы хотим кормить каждый день ребят, мы хотим увеличивать количество ребят, потому что с каждым разом приходит все больше, вот действительно мы начинали с 12 детей, а крайний раз в понедельник у нас пришло 72 ребенка, и у нас и еды не хватило, ну, то есть у нас было приготовлено, как обычно, на 56 ребят, и нам пришлось экстренно, хорошо, что у нас были продукты, всегда есть с запасом, и мы быстренько готовили, и ребята говорят, ну, ничего, мы посидим, мы не уйдем, мы уже планируем, и здорово, что ходят, приводят своих друзей, и, как бы, вот, и вовлекаются даже в нашу деятельность, мы хотим, конечно, максимально ребят интегрировать, и в нашу основную деятельность тоже. А вот ты уже частично, получается, ответил на следующий вопрос, но вдруг у тебя получится поподробнее сказать. Вот вопрос о том, что происходит после того, как вы накормили детей. Вот ты сказала о том, что, ну, во-первых, это общение, да, это новые связи, это вовлечение новых людей в работу, организации, и это даже в чем-то рассказ о том, почему некоторые дети с особенностями, да, а вот как проект влияет на дальнейшую работу организации, такой вопрос. Люди хотя бы единожды в проекте благотворительный обед, они приедут, начинают говорить, ой, а что тут у вас вообще есть, а покажите, а расскажите, и мы начинаем их знакомить с нашей основной деятельностью, и люди говорят, ой, а я про вас не слышал, ой, а я не знал, что можно таким или иным образом помогать, и когда они видят, что мы очень открыты к общению, и что можно выбрать любой проект и его поддержать, или можно стать просто волонтером, то вот все люди, которые помогают, они все остаются с нами и в дальнейшем поддерживают нашу основную деятельность, то есть получается, благодаря такому простому и понятному проекту мы привлекаем на свое ресурсы, как финансовые, так и просто человеческие. Понятно, спасибо. Вот есть еще вопрос. у вас есть кулинарная мастерская, правильно? Так. Вот, может, ты чуть-чуть расскажешь про нее, а вопрос тоже немножко другой. Планируете ли вы кафе, в который, может, прийти и поесть вообще любой житель города? да, мы планируем маленький, вообще наша организация очень любит готовить, а есть она любит еще больше, причем как дети, родители, сотрудники, в общем, все. У нас еда очень объединяется, и у нас, да, работает кулинарная мастерская, где работает несколько поваров, они занимаются с ребятами с особенностями развития, и мы мечтаем о том, чтобы открыть свое инклюзивное кафе, вот, и уже много шагов прошли на пути к своей мечте, и надеемся, что осенью этого года мы все-таки откроем, но у нас будет не полноценное кафе, а булочное, потому что мы очень вкусные, печем булочки и пирожки, и когда заходишь к нам в центр, то сразу ощущаешь запах свежей выпечки, и понятно, что чай, кофе, какао, свежевышитый сок и молочные коктейли, мы это все любим, делаем уже сейчас, вот, и поэтому мечтаем, что осенью мы откроемся, очень бы хотелось, и тогда к нам, да, будут приходить все, но все люди, которые к нам приходят сейчас, просто в гости, в организацию, они всегда отмечают, что такое чувство, что нас здесь ждут по запаху, и по тому, что всегда накрыт чай, и вот такая объединяющая, очень простая, легкая, приятная история. Спасибо большое, вот здесь в чате хотят, во-первых, поесть бесплатно у вас, а во-вторых, работать у вас и есть бесплатно, как я понял, вот такие комментарии. кормим всех сотрудников, мы кормим бесплатно. Это вариант тимбилдинга получается. Кормите сотрудников бесплатно, регулярно. Ты хорошо сказал о том, что булочки, выпечка, все такое вкусное, хорошо пахнущее, объединяет людей, объединяет сообщество. А вот такой вопрос, вот что делать людям, у которых, например, другой проект, он не связан никак с едой, но они хотят вокруг него объединить тоже как-то местное сообщество при помощи дополнительных проектов. Как-то можно взять, например, вашу технологию с едой, как ты считаешь, и переместить ее на другие проекты? Мне кажется, что вполне все можно взять, потому что тема еды, согласитесь, она актуальна для всех, для всех людей, и всегда это очень, ну, все объединяет, еще это всегда очень просто, потому что мы все едим каждый день, мы кормим своих детей, и даже у нас люди, например, начали на нам писать и присоединяться, говоря, ой, вот, до вашего проекта, потому что мы всегда транслируем, что мы про качественную еду, и мы говорим о том, что вы задумывались о том, что ел сегодня ваш ребенок на завтрак, обед или на ужин, вот я лично, например, до этого проекта не задумывалась, но то, что побыстрее, там, как-то приготовишь, съешь, а потом думаю, ну, подождите, а надо же, чтобы дети питались полноценно, качественно, чтобы было это соотношение нужное белков, жиров и углеводов, и особенно, когда мы вот с врачом-диетологом это все проговаривали, да, составляем меню, а чем, ну, чем лучше кормить, и в какой, в каком соотношении, поэтому это, ну, очень важно, и мне кажется, люди там, где хотят сплотиться и объединиться, надо всегда людей угощать чаем, кормить их, и тогда они к вам будут очень расположены, потому что иногда у нас приходит такая смешная история, мы гостей встречаем пирогами, в том числе пироги с фруктами, и приходят иногда девушки и говорят, ну, слушайте, мы вообще-то на диете, но вот только сегодня, исключительный день, можно все, потому что такие запахи, вот. Понял, спасибо большое, я почему-то вспомнил, как несколько лет назад, когда кто-то искал себе сотрудников, даже в коммерческом секторе, все писали, как супер преимущество, бесплатные печеньки, бесплатный чай, бесплатный кофе, а потом уже перестали писать, потому что все просто начали это делать уже. Поэтому заманивают даже в коммерческом секторе на печенюшки. У нас, например, прекрасные завтраки полезные есть у сотрудников, а также обеды и полдники. Поэтому как сохранить силы, и работать при таком графике. Вот еще вопрос от меня. Есть еще интересный вопрос. Кроме основного донора, с которого все начиналось, есть ли другие доноры, которые поддерживали другие ваши программы, и когда они узнали про обеды, то они как-то стали более активно поддерживать или как-то отреагировали позитивно? Дело в том, что все доноры, которые у нас были, узнавая про этот проект, к этому проекту присоединялись в той или иной мере. Кто-то финансово и небольшими суммами, а кто-то большими суммами, потому что, например, несмотря на то, что у нас есть профессиональная печь, расстойка для поднятия теста, большой тестомес или там профессиональное оборудование, то все равно этого становится мало и требуется также и дополнительная посуда, потому что мы изначально не планировали, что у нас 72 человека будут приходить, или будет чуть меньше. И, соответственно, увеличивается количество потребностей. Плюс готовим мы теперь очень часто, и нам потребовалось, например, дополнительные кондиционеры в кухню. И, соответственно, люди, мы пишем наши потребности, люди подключаются или просто приезжают, смотрят. Никто не приезжал так вот специально, просто заехали доноры, говорят, ой, что за дети, что за проект, мы им рассказываем, ну, как мы можем подключиться? Потому что этот проект почему-то вызывает у всех наибольший отклик. И благодаря ему мы и поддерживаем коммуникацию с донорами, которые с нами давно, а точно так же привлекаем новых и стараемся их вовлечь во всю нашу деятельность. Я прогнозирую сейчас резкое количество, резкое увеличение количества проектов, связанных с едой после нашей конференции. Думаю, можно будет их увидеть. Но мы через еду, наша организация через еду, мы выражаем свою заботу о детях, о людях, о сотрудниках и о наших гостях. «Хлеба и зрелища» – вот такой девиз. Слоган. Мы в время будем печь сами хлеб. Очень этого ждем момента. Еще есть идея выпустить книгу рецептов. Вот. Вот. Так, Юля, Юля немножко зависла, да? Или это только у меня? Я отвисла или не отвисла? По-моему, ты отвисла. Вот. Да, книгу мы хотим еще сделать, книгу рецептов жителей нашего района, чтобы каждый житель мог поделиться каким-то своим любимым рецептом. или чтобы наши доноры тоже могли поделиться своим рецептом, это все опубликовать. Мне кажется, это тоже классное такое вовлечение, потому что когда мы проводим какие-то кулинарные мастер-классы, выкладываем фотографии, то потом нам все пишут «Расскажите рецепт, расскажите рецепт». А мы делаем, достаточно стараемся делать полезные, вкусные блюда и простые, которые люди могут повторить все. Так, еще есть вопрос, где все это смотреть? Ну, мы ссылку на нашу книгу рецептов мы публикуем, вообще рецепты публикуем на сайте, а книгу рецептов ссылку на публикуем в нашей группе ВКонтакте, поэтому могу сегодня повторить. Да, пожалуйста, ты можешь прям сюда нам в чате кинуть, наверное, а вот у нас есть личная страница Юли в чате и ваша страница «Будущее есть» в ВКонтакте. Да, «Будущее есть», потому что она не может не есть. Наше название стало новыми смыслами. Вообще очень здорово, конечно, как вот у вас все начиналось и развивалось. Анастасия пишет, что есть целое исследование по фондрайзингу через рецепты книг, поэтому это все оказывается с научной базой доказательной, а не просто так. Вот, спасибо большое, Юля. Спасибо. Очень полезно, душевно и вкусно. Приезжайте к нам, мы вас накормим. Да, я думаю, что уже все хотят поехать к вам и поесть. Большое спасибо, мы желаем развития только вашему проекту, будем ждать эти рецепты и готовить. Понимаю. Спасибо. Спасибо тебе. Мы переходим к нашей следующей теме и звучит она так, как автоматизировать учет финансов в организации, личный опыт руководителя. Вот мы с вами уже поговорили, да, как мы можем привлечь средства, причем не только в денежном эквиваленте, но ведь только привлечь их, этого мало, мы должны их правильно еще использовать и правильно учитывать. И это все тоже очень важные составляющие фандрайзинга, которым, как мне кажется, не столько много внимания и времени уделяется, как теме именно привлечения средств. А между тем, если мы будем их неправильно учитывать, то в следующий раз мы и привлечь уже тоже не сможем. Вот, поэтому нам сейчас расскажет о том, как автоматизировать учет, зачем вообще это нужно, если есть тетрадочка и таблицы в Excel и вообще есть бухучет, зачем тогда нам еще финансы учитывать отдельно. Вот, об этом нам расскажет Адерина Мингазова, директор благотворительной общественной организации детям. С большим удовольствием предоставляю слово Адерине. Всем привет, меня зовут Мингазова Адерина, я директор благотворительной организации детям. У нас два основных проекта. Первый проект это больничные дети. Мы дежурим с детьми и сиротами в больнице города Казани. Предоставляем нянь и на нянь регулярно собираем пожертвования. И второй проект это ипотерапия, лечебная верховая езда для детей с инвалидностью. И как уже сказал Андрей, очень много на различных форумах обучающих всяких семинарах и так далее в основном как привлечь, как найти, как там сделать платежную систему и вот это все. Но вот честно, я вот за 10 лет своей работы очень мало, можно сказать, почти не видела, как правильно вообще учитывать эти финансы, как правильно их вести. я имею ввиду не бухгалтерский учет, бухгалтер это ну вообще совершенно отдельно, а именно вот мы собрали деньги и для того, чтобы принять правильное управленческое решение, нужно понять, из каких источников мы собрали эти деньги, сколько мы собрали, куда потратили, у нас сайт хорошо работает, там привлекает деньги, либо у нас там лучше работает, не знаю, смс-ки и так далее. И долгое время я пыталась все это вести вручную в табличках, Excel, Google документы и так далее. Это был, господи, это ужас вообще, потому что, во-первых, это нужно каждый день сидеть в этих банковских выписках, это все крыжить, это переносить это вот в этот Excel или Google документ, ладно, ты там все свел и так далее. если ты каждый день это делаешь еще более-менее нормально, но когда бывают какие-то загруженные дни или там я уехала куда-то в командировку и бац, несколько дней я не вела и все, это считай все потеряно, потому что уже за несколько дней это все подбивает, но сил никаких нет и потом, ну, это невозможно и все данные уже становятся кривыми, косыми и никакого смысла в этом нет и, соответственно, ну, в принципе, у меня долгое время весь этот учет, он был вообще здесь в голове, это значит, что его вообще нет, да, и где-то на обрывках, листочках и так далее, а весь ужас и чувство вины какой-то дурацкий руководитель приходит, когда конец года и надо вообще что-то посчитать, откуда и сколько у тебя денег пришло и ты понимаешь, что ты что-то посчитать ты не можешь, кроме того, что там взять эти выписки и посмотреть. Вот, и доведя себя до какого-то вообще совершенно ужасного состояния, что какой я дурацкий руководитель, я все-таки решила начать искать, думаю, ну, наверное же, есть люди, которые точно так же не любят эти все таблички и приходят в ужас, наверное, что-то должны придумать уже в наш 21 век и действительно, оказывается, уже все это придумано, есть куча различных программ, которые автоматизируют все это дело. Я протестила несколько программ и вот сегодня я хочу рассказать об одной из них, она называется Adesk. Эта программа мне понравилась больше всего, потому что она достаточно простая в интерфейсе, интуитивный интерфейс, потому что я вообще не программист вообще ни разу и все вот эти вот технические новшества, это все для меня на самом деле достаточно тяжело, приходится самой во всем этом разбираться и мне важно, чтобы это было просто понятно раз, два, три, да, чтобы была техническая поддержка, там отличная совершенно техническая поддержка, когда ты что-то не можешь, ты пишешь в чат, тебе тут же отвечают, плюс очень много различных обучающих видео и так далее, чтобы понять, как пользоваться этой программой. Я, чтобы было наглядно, сейчас хочу включить презентацию, мне нужно как, нажать демонстрацию экрана? Да, да, Далина, вы можете нажать демонстрацию и мы должны увидеть ваш экран. Так, вот, я нажала, видно? Да, видно. Так, а только почему-то, а, вот. Так, вот давайте начнем так, вот рабочий стол, с чего все начинается. На этом рабочем столе, как мы видим, вот у меня за прошлый год, слово выручка, понятно, что это привлеченные средства, расходы, это то, что мы потратили. Что здесь удобно? Что здесь, в один рабочий стол можно свести несколько счетов, если у вас есть несколько, вот у меня четыре счета, и вот здесь вот они все можно по одному счету посмотреть, можно по всем, можно выбрать период, там, прошлый год, месяц, или там квартал. Все это очень наглядно. Следующий слайд. Одна из очень самых классных вещей, что здесь можно сделать интеграцию с банками, к сожалению, не со всеми, но вот такими вот федеральными, как Сбербанк, Тинков, Альфа-Банк. Что это значит? Это значит, что вам не нужно вручную подгружать эти выписки, делается интеграция и в программу каждый там день, 8 утра подгружаются банковские выписки. Вручную ничего делать не надо, так как не все, к сожалению, банки можно подключить. Вот у меня один из банков, я делаю вручную, но это не составляет большого труда, там каждый день или за какой-то период, там раз в неделю подгрузить туда выписку. Дальше, после того, как подгрузилась выписка, вот эти вот, чтобы не разносить, как это вот в табличках Excel, Word и так далее, не Word, а Google документы, здесь можно автоматизировать разнос различных статей. Каждый день, каждую неделю плюс-минус вы совершаете одни и те же платежи. Да, вы платите зарплату одним и тем же людям, вы оплачиваете там канцтовары в одной и той же фирме условно, вы задаете определенные правила, и когда программа видит этот расход, она уже сама разносит его по определенной статье, которую вам нужно, то есть уже вручную это делать не нужно. Вот здесь вот у меня, например, на слайде разнесены платежи по поступлениям, я сделала разбивку, вот эта разбивка, она может быть у каждого своя, кому как удобнее. Вот здесь, например, пожертвования физических лиц. Я сделала разбивку посмотреть, что у нас приходит через сайт детям, вот эта вот одна разбивка, дальше идет поступление пожертвования физических лиц на расчетный счет, это когда они делают через, с помощью реквизитов, и по второму сайту, сколько у нас идут платежей. И когда вот я сделала за год вот эту вот разбивку, я на самом деле очень удивилась. Мне казалось, у меня в голове было, что у нас мало приходит пожертвований, которые платятся физическими лицами с помощью реквизитов, а оказалось, совсем нет, то есть гораздо большая цепка оказалась, чем я думала. То есть, когда вот вы все это автоматизируете, у вас могут вылезать различные вещи, о которых вы даже не задумывались, или вы наоборот думали по-другому, что у вас, на самом деле совсем по-другому. То же самое можно сделать по расходам, это очень удобно. Вот, когда программа разносит все доходы, расходы по определенным статьям, она автоматически может строить различные очень нужные нам отчеты. Вот это вот, ну, для меня один из главных отчетов – это движение денежных средств. Здесь вот я вывела, то есть, соответственно, мы видим, сколько, когда, по каким дням, месяцам, годам у нас приходит, и по каким источникам. Можно выводить прибыли и убытки, можно делать анализ расходов, тоже очень интересный отчет, то есть, это все автоматически там строится, вам самому ничего делать не надо. Следующая, очень важная для нас функция – это возможность бюджетирования, то есть, вот здесь я построила план на год, да, фандрайзинговый план, сколько, по каким проектам, по каким источникам я буду привлекать денежных средств. И вот здесь вот факт, он подтягивается автоматически, здесь просто у меня не заполнено, но он идет автоматически, если вы настроите. это безумное количество времени экономит, да, то есть, посмотрели за две минуты, выполняете вы план на месяц, не выполняете вы план на месяц, на год и квартал и так далее. То есть, уже с табличками сидеть ничего не нужно. Следующее, тоже можно вести учет доходов и расходов по проектам, то есть, у каждого из нас есть несколько проектов, и важно понимать, в какой проект, сколько мы привлекаем денег и сколько мы тратим. Очень важна эта функция, особенно, когда мы делаем какие-то фандрайзинговые мероприятия, то есть, здесь вот мы, например, провели какое-нибудь фандрайзинговое мероприятие, и мы понимаем под словом выручка, сколько мы привлекли, сколько мы израсходовали и сколько у нас получилось. Следующее, так, и вот следующая у нас для меня тоже очень важная функция для тех людей, которые все время на бегу не успевают и не всегда около компьютера, это возможность вносить доходы и расходы через телеграм-бот. Например, принесли вам пожертвования наличными денежными средствами, ну, бывает такое, вы взяли в бот, внесли, чтобы не потерять эти деньги, да, в плане, ну, понять, на какой проект, и он сам уже разнес эти деньги, или, например, потратили вы тысячу рублей на канцелярию, вот, чтобы это тоже не потерять, хоп, туда ему написали, он сам это все разнес, то есть, когда у меня появилась вот эта программа, она по деньгам недорогая, в районе там двух с половиной тысяч в месяц, я считаю, что это вполне приемлемо, моя жизнь просто вообще изменилась, я, ну, правда, я теперь не трачу много времени, чтобы понять, что у меня с деньгами, и принимаю уже какие-то управленческие решения не на основании того, что я думаю, да, что у меня там в голове, а на основании, реальных цифр, фактов и анализа того, что есть, упрощает жизнь, и вот, в принципе, это все, что я хотела сегодня сказать, если есть какие-то вопросы. Спасибо большое, Делина. Сейчас мы подождем вопросиков в чат. и пока если их не будет, точнее, пока их нет. У меня есть вопрос, потому что я несколько раз слышал такое мнение, что если есть бухгалтерский учет, то отдельно вести какой-то финансовый учет не нужно, вот, как будто бы есть бухгалтер, и пусть он этим всем занимается. Нет, бухгалтер, он занимается отчетностью в налоговую, да, во все эти инстанции, там, пенсионный фонд, страховой фонд и так далее, и бухгалтер разносит доход для расхода по определенным, как это называется, я забыла у них эти, боже, ну, в общем, у них свои там правила есть, да, операции, и на основании бухгалтерского учета вы не примете управленческие решения, принять, ну, невозможно, невозможно понять по бухгалтерскому учету, насколько у вас хорошо сработала фандрайзинговая акция, или же насколько у вас хорошо или плохо работает сайт, насколько вы хорошо или плохо привлекаете деньги через соцсети, а вот с помощью управленческого учета, когда вы вот эти вот доходы, расходы группируете в различные статьи и анализируете, это все можно понять, а перевесить это на бухгалтера, ну, слушайте, я думаю, что либо это будет стоить достаточно дорого, да, либо бухгалтер, ну, скажет, что, слушайте, нет, я на это не подписывался, и сами там делайте это. Понятно, спасибо. Есть вопрос вот глобальный, как вообще такой учет может повлиять на фандрайзинг, и более конкретный, можно ли ставить план фандрайзеру на месяц, например, вот в такой программе? Я думаю, что, конечно, можно ставить, это все от вас зависит, какие у вас там, ну, какие у вас правила организации, там можно с помощью этой программы сделать бюджетирование, например, по вот этому проекту, по проекту и по терапии, нужно привлечь в месяц там 200 тысяч рублей, вот вы туда эту программу вбили, и у вас автоматически собирается факт, собрали вы или не собрали. А можно там, например, сделать анализ источников дохода и посмотреть, сколько пришло с рассылки, сколько пришло там из кнопки сайта? Да, вот я как раз так и сделала, то есть там просто вбиваешь определенные правила, все это там есть обучающее видео, как это сделать, и у меня вот есть в анализе, да, сколько у меня через сайт приходит, сколько у меня денег приходит через второй сайт, сколько у меня приходит денег через эквайринг, да, через систему быстрых платежей, сколько у меня денег приходит просто, когда люди по реквизитам перечисляют, сколько у меня денег приходит от юрлиц. Это все очень там хорошо автоматизируется и спокойно. А вот вы сказали, что есть интеграция с Telegram. А почему все-таки именно Adesk вы выбрали? Были ли какие-то еще варианты программ? Да, вариантов достаточно много. Я сейчас на память их все не помню. Я знаю, что есть программа, они в марте вывели на общий рынок. Лемонпэй, по-моему, называется. Специально для НКОшек по управленческому учету. Плюс-минус я смотрела, плюс-минус они очень похожи. Все эти программы. Но вот мне очень понравился интерфейс, очень понравилась техподдержка, что очень быстро отвечают. То есть это такой личный выбор, но можно, конечно, и другие программы использовать. Они там не хуже, не лучше. А каждый использует то, что ему ближе по каким-либо субъективным факторам. Понятно. В общем, лучше использовать какую-либо программу, чем Excel, да? О, Боже! У меня наконец-то перестал дергаться глаз от этого слова Excel. Сейчас я не использую никакие Excel, и слава Богу, я ушла от этого. Спасибо большое! А вот я видел, что у нас в чате, когда Анастасия спрашивала, руководители или наемные фандрайзеры, был большой отклик, что много руководителей. Вы можете, пожалуйста, сказать, насколько должен быть вовлечен руководитель вот в такой учет? То есть прям каждый день или ему достаточно раз в недельку зайти, посмотреть, что там происходит? Ну, мне кажется, руководитель обязательно должен быть включен. Вопрос, как часто и сколько, это зависит от того, как построена система внутри организации. То есть если у меня нет своего фандрайзера, другого человека, то, конечно, я стараюсь заходить как можно чаще, каждый день, через день, чтобы смотреть аналитику. Если, например, у меня есть команда фандрайзеров или отдел фандрайзеров, то я думаю, что там раз в неделю просто одним взглядом посмотреть, что вообще творится на счетах, и там же графики очень удобно и строятся, и что очень классно, можно посмотреть, программа анализирует, приближается ли кассовый разрыв. Вот это вот тоже очень важная функция. Да, то есть глянуть, все, в принципе, там в зеленой зоне условно, значит, все хорошо. Если там приближаемся к какой-нибудь красной зоне, значит, уже, ну, собираем команду, что-то там решаем, что делать. Например, внеплановую фандрайзинговую акцию. Огромное вам спасибо, что вы поделились с нами прямо скриншотами, примерами, и все открыто нам показали. Это очень ценная информация. Я думаю, что все будут смотреть в записи и в презентации. Вот, большое вам спасибо. Мы вас отпускаем. Спасибо. А как упрать эту демонстрацию, да, потому что сейчас… А вы вот прям так же, вот все. А, все. Коллеги, я призываю вас писать вопросы, либо вы можете включить микрофон и сказать пару слов общих впечатлений от нашей конференции, сказать спасибо спикерам, сказать, что вам понравилось, что мы можем улучшить. В следующий раз. Будем благодарны вам за такую обратную связь. Вот, если кто-то хочет высказаться. Да, вот Лейла поднимает руку, пожалуйста, включайте микрофончик, мы с удовольствием вас послушаем. Добрый день, у вас слышно? Да, не очень хорошо, но слышно. Так, ой, я боюсь, что вот так плохо будет слышно, потому что я в дороге. У тебя слышно? Да, 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 все нормально. Да, я в дороге, я вот все это, всю конференцию слушаю в дороге, как иногда встречалась. Очень много полезного узнала, на самом деле, спасибо огромное. Просто, ну, удивительно, какие хорошие и полезные вещи делают разные КО. Ну, вроде вот, вроде про все знаешь, но все равно каждый раз что-то новое находилось. Это вот просто супер. Спасибо вам огромное. Единственное пожелание почаще все такое проводить. А можете, пожалуйста, пожелание повторить еще раз? Нет, я даже не могу. Почаще проводить такие марафоны. А, почаще. Хорошо, большое спасибо. Спасибо большое. Мы учтем. Спасибо большое. Вот так, нас тут все благодарят. Спикерам спасибо. Полезной информации много. Большое спасибо, да. Вдохновились, как Адерина упростила себе жизнь при помощи программы. Вот такой маркетинговый заголовок. Да, большое спасибо спикерам. Мне кажется, очень классно поговорили. Всем привет из Крыма. И выяснили, да. Мне кажется, мы очень важную вещь выяснили. Что фандрайзинг, он может быть разным. Не обязательно только привлечение денег, да. Он может пойти не так, как мы планировали. Очень важно то, что после привлечения средств с нами происходит, да, и с финансами. Очень важно их учитывать правильно. Важен личный бренд. В общем, мне кажется, что, да, действительно все было полезно. Очень и продуктивно. Так, сейчас я проверю, не поднимал ли кто-то еще руку. Вроде бы нет. Я хочу тогда рассказать, где вы сможете почитать и посмотреть в том числе материалы этой конференции. Вот сейчас такие ссылочки в чат отправляю. Это наш сайт, наша группа ВКонтакте, наш канал в Дзене. Призываю всех подписаться, кто любит Дзен и читать там ленту и получать оттуда новости. Также у нас есть канал в Телеграме. Тоже очень всем его рекомендую, потому что там регулярно выходят анонсы интересных мероприятий, конкурсов, событий, конференций, которые можно упустить в течение дня, например, или недели. Потому что всегда очень много дел, всегда кому-то отвечаешь, что-то читаешь, а мы собираем вот в этом канале полезные ссылки. Вот. Можете узнать, что проходит интересного, куда можно подать заявку и так далее. Вот. Также у нас есть сайт Сила Вместе. Мы там опубликуем материалы этой конференции, выложим презентации. Вы сможете их посмотреть, скачать. И у нас на этом сайте есть блог, где мы регулярно пишем про полезные, интересные инструменты для тренеров НКО, для руководителей. И немножко пишем там про книги и фильмы даже. Поэтому заходите, читайте, если будет время и желание. Так, все спасибо нам пишут, спасибо вам. Ну что, в принципе, я думаю, что мы можем заканчивать наш сегодняшний марафон. Большое спасибо. Нас было достаточно много на протяжении всех выступлений, всех спикеров. Почти никто не уходил. Я считаю, это классный показатель, что действительно полезная практическая информация была. на сегодня. Спасибо вам всем. И можем прощаться, но не на совсем. Потому что скоро у нас будет еще одна конференция. Следите за анонсами и мы обязательно обо всем расскажем. Всех позовем и будем рады еще раз собраться.